Утренний кофе Утренний кофе Может вам весело и здорово провести вот эту прекрасную новогоднюю ночь К которой мы уже изо всех сил стремимся Буквально доживая последние дни уходящего года Но, друзья, не стоит торопить события Все случится вовремя В том числе и новогодний стол К которому мы сегодня посвятим интерактивный опрос Но об этом чуть позже А сейчас что ожидает вас в ближайшие 2,5 часа В этой чудесной программе Смотрите сегодня в программе Утренний кофе Красота – залог аппетита Как оформить праздничный стол Он придумал экономичную кровать С видом на красноярские столбы Дизайнер-новатор и его интерьер Новогодний попуринь любимых песен Встречаем утро вместе с духовым оркестром Утренний кофе Ну и по традиции в нашей студии сегодня появится много интересных ярких гостей Действительно много У нас сегодня прямо вот целое музыкальное сообщество будет И пока поддерживаем интригу Я не буду говорить о ком идет речь Ну а прямо сейчас давай напомним все-таки об интерактиве Сегодня мы спрашиваем у вас, у наших телезрителей Какой салат вы считаете поистине новогодним? Без какого салата не обходится ваш новогодний стол? Ну это такая нормальная кулинарная история, друзья Всем понятно, что праздничный стол Это вот он будет ломиться от явств Мы не станем обсуждать напитки, которые вы практикуете в Новый год Это такая индивидуальная история Но что касается салатов, это наше все И мне кажется, что существует три новогодних хита, которые с удовольствием воплощают россияне Либо по отдельности, либо все сразу И сегодня мы спрашиваем у вас, какой салат станет украшением вашего новогоднего стола Варианты ответов? Три варианта ответа у нас есть Первый салат оливье, он же зимний салат Классика жанра И номер телефона 219-23-91, если это салат вашей семьи Если вы не обходитесь без него в работе ночи Вот этот вариант мне не очень понятен Шуба Селедка под шубой, известная селедка под шубой Ну, знаешь, время непростое, кризисное Кому-то, может, хватит только на шубу Ну или только на селедку Только на селедку Ну, условно говоря, да, речь идет о шубе с селедкой Поскольку это такой нормальный новогодний симбиоз, они всегда вместе Ну и салат «Цезарь» Я, честно говоря, не часто встречал это прям в новогодний стол Мне кажется, такая ежедневная история Ну, все равно это достаточно популярный салат Поэтому мы решили его тоже вот так внести в наш интерактив Также, если у вас есть свои какие-то салаты Свои кулинарные какие-то изюминки новогодние С которыми вы хотите поделиться с нами и с нашими телезрителями То звоните нам по телефону прямого эфира 261-62-63 Рассказывайте секреты Будем пробовать вместе с вами Потом, возможно, в Новый год Если заинтересуете нас Итак, дорогие друзья, Оливье, Шуба, Цезарь Варианты ответов, телефоны на экране Сейчас поприветствуем Антона Богданова Сегодня он вместе с нами делает прямой эфир Осуществляя прямые включения Боже, как он прекрасен Да где он находится? Антон, доброе утро! Доброе утро! Выходи скорее из ванны На экране Энтони Багдана Доброе утро, Красноярск Здравствуйте, студия Сегодня морозным вторничным началом дня Мы с оператором Дмитрием Кудько Отправляемся на поиски новогоднего чуда И расскажем, кроме этого, как зажечь в новогоднюю ночь И при этом никого не поджечь А вот этот вот коридор-портал Который сзади меня Как предвести к тому, что уже на финишной прямой Мы 2015 года, но не на финишной прямой Сегодняшнего нашего утреннего бодрого кофе Юлия, Алексей Вам, пожалуйста, я передаю тысячу чего горстей счастья Изящно Изящно вывалился из кадра Антон Богданов Который мне напомнил Знаешь, это новогодний фильм «Чародеи» И вот этот кавказский человек, который блуждал по коридорам В исполнении Семёна Фарады И Богданов какой-то, мне кажется, он пришёл до того Чтобы сейчас затеряться в этих бесконечных коридорах Но вовремя осуществлять прямые включения По крайней мере, этой функции мы от него ждём Также хочу сказать, что Александр Прудников Сегодня будет с нами, как всегда И это место встречи не изменить Кафе «Кекс и Крендель» Также ожидаем его выступления в прямом эфире Ну а прямо сейчас давайте прокачаем с утра пораньше Новогоднюю тематику посредством прекрасного части Ностальгического музыкального произведения Это такой новогодний союз групп «Омега» И блестящие с песней, которая, собственно, так и называется «Новый год». Поехали! Далеке Старый уходит год Далеке Лень его дней мелькнёт За него Бросит снежина Гость Ветер И вот-вот Новый наступит год Новый год Он родился на сверх Новый год Среди звезд и планет Этот год Будет лучше, чем то, что он нам принесёт Новый год Зажигай В окнах своей огни И давай Старым друзьям звонить Живи Снова как мелькнёт И вот-вот И вот-вот И вот-вот Новый наступит Новый год Новый год Он родился на сверх Новый год Среди звезд и планет Этот год Этот год Будет лучше, чем то, он без нас не пройдёт Новый год Друзья, ну абсолютно справедливое замечание Он без нас не пройдёт Новый год И уж совершенно точно Новый год не пройдёт Без праздничного стола И салатный ассортимент Новогоднего стола Сегодня мы обсуждаем Прокачиваем в нашем интерактивном опросе Итак, что вы планируете в качестве салата Наметать на праздничный стол Варианты ответов Три варианта ответа у нас есть Оливье, Шуба и Цезарь Звоните Голосуйте Давайте свой голос за любимый свой салат Ну если у вас есть какой-то свой секретный салат Который буквально Вы едите Поглощаете На Новый год С какими-то неимоверных количествами То звоните нам Делитесь рецептом Будем обсуждать А потом возможно готовить его вместе Ну а прямо сейчас, друзья Перейдём к интересным интерьерным решениям Экологическим И на мой взгляд Таким патриотичным И вдохновляющим Интернет-дизайнер спроектировал кровать Это я озвучиваю новость интересную Кровать с видом на красноярские столбы Проект, как отмечает создатель Но здесь весьма эргономичный Характер Мы пока оперируем мало понятными терминами Но для того, чтобы выникнуть в эту тему Призовём на помощь Антона Богданова Автора сюжета И, собственно, человек Который познакомился с этим уникальным дизайнером Для того, чтобы выяснить все подробности Этой, ещё раз повторю Эргономичной затеи Есть такой момент один Связанный вообще с дизайн-проектированием Который должен понять, мне кажется, ещё на учёбе Вот когда я преподавал, собственно говоря Мы со студентами об этом разговаривали О том, что если ты будешь ждать вдохновения Может пройти очень много времени А работа дизайнера, она зачастую не предполагает Что у тебя есть масса времени Когда ты можешь Ну, в российских наших условиях конкретно, да Что у тебя есть масса времени Когда ты можешь сидеть и ждать Какого-то вдохновения или ещё чего-то То есть нужно очень интенсивно быстро принимать Какие-то решения, предлагать эти решения Меня лично вдохновляет наша природа Психология рождения проектов Которые как-то связаны с окружением нашим Какие-то мысли и идеи Они должны браться, соответственно, из этого же окружения То есть там цветовые гаммы, объёмы и так далее То есть это такой подход Может быть он архитектурный, но он не очень симпатичен Сейчас со стилистикой очень всё прозрачно На самом деле таких жёстких границ нет Я всё время и заказчикам в своём об этом говорю Ну, у нас, наверное, какой-то минималистичный современный интерьер Нашей квартиры, который проектирован Что туда входит? Сумку дизайнера Дальномер Рулетка В этом году разработали и произвели первые прототипы Вот это первые прототипы, которые пошли уже в серию Модули Ну, вот они такого типа размера Здесь не все представлены, только часть Вот, чуть больше посмотрим дальше Это коллекция прямая и модуль коллекции Engel угловой Здесь у нас уже готовая композиция Прямой коллекции Полки, декоративные панели Модули с одним ящиком С доводчиком Уже серийного производства И, ну, вот такой двойной То есть во что превратилось в бежевом цвете То есть это можно? Да, здесь мы можем в любой последовательности Переставлять, дополнять вот эти части, элементы Заменять полки на модули закрытого типа С откидными створками С деревом приятно всегда работать, опять же Потому что это теплый материал Он излучает сам по себе, мне кажется, тепло, да Есть очень много оттенков, много фактур Много можно всяких разных интересных решений предложить, да То есть, в общем-то, не только в эко-каких-то стилистике или в эко-интерьерах, да Но и просто добавив какую-то текстуру, фактуру в интерьер Даже не современный, может быть, и классический Можно разнообразить Ну, я думаю, в ближайшие недели 2-3 актуальны будут исключительно такие-то вот новогодние интерьеры Просто добавьте в интерьер ваши квартиры елку, игрушки, мишуры Мишура там, салаты опять же тоже, в общем-то, по крайней мере, какое-то время будут создавать новогодние настроения Главное на столе, чтобы они были, а не на стенах или еще где-нибудь О, не-не-не, эти варианты не для нас Мы за культурные традиции встречи Нового года 6 часов 43 минуты в Красноярске И в это мгновение, друзья, нам вновь предстоит пережить встречу с Антоном Богдановым Который несет нам позитив, лучи добра, солнце и еще что-то Сейчас мы узнаем точно Доброе утро тебе, Антон, еще раз Доброе утро, Красноярск, здравствуйте, студия Сейчас вы были свидетелями маленького телевизионного шантажа Оператор Дмитрий Кудько вымогал у меня подарок сладкий на Новый год Но, Дима, скажу тебе я позже, что подарю, правильно? А мы находимся сейчас в приемной, можно даже так вот этим образным словом сказать, Деда Мороза Благотворительной организации Бумеранг Добра, которая уже который год подряд проводит акцию Новогоднее чудо для ребят, девчат И подробнее об этой акции нам расскажет руководитель этой организации Владимир Баимов Владимир, расскажите, пожалуйста, в чем суть акции и почему так рано сегодня, как я понимаю, уже ведется набор конфет, продуктов, все это детям, да? И что собираете? Кому? И вообще суть акции все-таки Вот я так вот резюмировал сумбурно, вам задаю вопрос Одно из наших направлений это многодетные малообеспеченные семьи и дети-инвалиды Акция, как вы сказали, сезонная и ежегодная И мы поздравляем этих ребятишек, эти семьи с Новым годом В этом году, посоветовавшись со специалистами комплексных центров социального обслуживания населения Мы решили к нашему подарку еще добавить постельные принадлежности, подушку, одеяло, ну и традиционно сладкий подарок и игрушку Вот, собираем это все примерно для 200 детей Это Емельяновский, Березовский районы, город Девногорск и, конечно же, дети из Красноярска Но первое вручение подарков уже вы запланировали на 28 декабря И где состоится это торжественное вручительство? Первое у нас будет Емельяновский район 28-го приедут специалисты с отдаленных сел района Заберут все эти подарочки уже укомплектованные Повезут к себе в село и поздравят там ребятишек Я так понимаю, что основными участниками акции являются предприниматели, люди, которые откликнулись на акцию Можно ли еще стать ее участником и куда обращаться телезрителям нашим, кто хочет поделиться радостью, чудом новогодним с ребятишками? На самом деле не только предприниматели Это любые люди могут принять участие Физические лица, индивидуальные предприниматели, организации Поэтому можно просто прийти к нам в офис Либо позвонить по телефону И мы уже там встретимся, договоримся У вас это как-то в этом году заканчивается Или еще в следующем году тоже можно будет? Мало ли там кто-нибудь поднакопит что-нибудь? Практически все каникулы мы будем ездить по семьям, по селам и развозить подарки Но сейчас уже можно сказать, сколько всего? Или вы так вот и не считаете, специально утром пришли, чтобы подсчитать, подбить, так скажем, все активы? Сейчас еще пока считать рано Но я думаю, что где-то около 200 наборов у нас должно быть Спасибо большое Я напомню, что сегодня мы заглянули с утра пораньше В благотворительную организацию «Бумеранг Добра» Рядом со мной был ее руководитель Владимир Баимов Проводится акция «Новогоднее чудо» для многодетных семей Для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья Да, ну вот как-то по-другому еще говорят С требующим дополнительного внимания к себе И не требующий к себе дополнительного внимания Дмитрий Кутько В слезах и за камерой Выпросил все-таки конфету себе Положь змею, Дима Я хочу сказать телезрителям, что не только в «Бумеранге Добра» Вы можете стать одним из тех, кто подарит чудо ближнему На сайте afontova.ru есть раздел под названием «Первый шаг» Куда вы можете зайти и обратиться к авторам этого проекта И вместе мы подарим кому-нибудь новогоднее чудо, как «Бумеранг Добра» Коллеги, Алексей, Юлия, покажите, пожалуйста, телезрителям эту ссылку С легкостью необычайно вы обнаружите ее на сайте afontova.ru Антон Богданов, большое спасибо Еще не единожды появится у нас в эфире Что касается вот этого слова-зачитания «Бумеранг Добра» Это же такая новогодняя тема Это же вот из каких-то елок, по-моему, первых, вторых я не помню Но смысл чрезвычайно простой Запускайте «Добро», друзья, и оно вернется к вам И вообще-то лучше это делать в течение года, а не только вот когда какая-то новогодняя лирика происходит Я все равно всегда восхищаюсь людьми, которые делают добро И, наверное, действительно они возвращаются Потому что это всегда люди какие-то Даже по внешности видно, что это добрый человек И я восхищаюсь такими людьми Потому что действительно таких людей у нас сейчас не так уж и много в наше сложное время Юля, ну я искренне надеюсь, что мы тоже хорошие, добрые люди По крайней мере, чем еще объяснить те нечеловеческие жертвы, на которые мы идем, просыпаясь так рано И неся, вот что-то пытаясь нести светлое, доброе в прямом эфире Но сейчас исключительно практические советы Это рубрика «На заметку», друзья Ну, автомобильная тематика Мелкие или крупные ДТП Что такое независимая автоэкспертиза и как ей воспользоваться, узнаем прямо сейчас Независимая экспертиза организовывается в течение порядка пяти дней Уведомляются заинтересованные стороны Это могут быть водители, виновники Третьи лица какие-то, которым в дальнейшем могут быть предъявлены требования страховая компания В назначенное время заинтересованные стороны являются на составление акта осмотра Проводится осмотр поврежденного транспортного средства И стороны, если есть какие-то замечания, также об этом указывают в акте осмотра После этого эксперт-техник, который состоит в реестре Минюста Он подготавливает заключение, калькуляцию и получает определенную сумму ущерба Данный отчет подается в дальнейшем страховую компанию Экспертное заключение и в течение 20 дней страховая компания должна провести оплату потерпевшему В случае, если потерпевшая не устраивает сумму ущерба, которую насчитала страховая компания Вы можете обратиться к независимому эксперту Подготовить независимое экспертное заключение и предъявить с претензией страховую компанию В течение пяти дней страховая компания должна будет ответить на эту претензию Либо оплатить, доплатить, либо отказать Дорожная обстановка 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 Тельцы Сегодня вы можете зарекомендовать себя как добросовестный и перспективный сотрудник Начальство обязательно заметит ваши заслуги Близнецы Найдите занятия по душе Если ничего не приходит в голову начните собирать информацию В какой-то момент что-то привлечет ваше внимание Раки Пересмотрите свой рацион питания Включите в него больше фруктов и злаков Львы Вспомните, как давно выходили в гости Сегодня самое время Девы Сегодня все, что вы делаете придет к вам в удвоенном размере Поэтому совершайте больше хороших поступков Весы Не пытайтесь схватиться за первое попавшееся дело Хорошенько обдумайтесь, что для вас сейчас в приоритете Скорпионы Сегодня не стоит пытаться что-то изменить Примите все, что происходит в вашей жизни Стрельцы Ваш успех напрямую зависит от того, как вы относитесь к окружающим Все, что вы делаете, вам и вернется Козероги Если вы давно собирались заняться бизнесом Самое время начать День благоприятствует реализации ваших планов Водолеи Старайтесь сами поднять себе настроение Лучше провести это время на природе Рыбы Сегодня все ваши действия принесут успех Идеи будут оценены по достоинству И отношения с коллегами станут более доверительными С вами была Алена Раева Я желаю вам хорошего дня И пусть вам сегодня обязательно повезет А можно сказать, нам уже повезло Скоро Новый год Настроение соответствующее И это настроение мы продолжаем поддерживать И культивировать в нашей программе В том числе и с помощью музыки Ну, давай пару минут буквально проведем В обществе Робби Вильямс Я знаю, многим девушкам нравится Робби Вильямс Песня Джона Лена на So this is Christmas Поехали Я все-таки обожаю новогодние песни И заряжаю позитивом И хочется улыбаться Второе название этой песни Война закончилась Поскольку Джон Лилл написал ее в то самое время Когда североамериканские Соединенные Штаты Бомбили Вьетнам И вот были эти антивоенные настроения И прошла какая-то куча времени Опять заканчивается год И в принципе так же опять хочется сказать Ну, лишь бы закончились эти войны Поскольку они продолжаются Вообще человечество в принципе не обучаемо Сколько бы хороших людей не писали Хороших песен на эту тему 7 утра в Красноярске, друзья И что? Новости, конечно же Виктория Столярова присоединяется к нам И, естественно, с удовольствием Мы продолжаем обсуждение Этого прекрасного сериала Из жизни животных Ну, вот это... Ты опять про Тимура Ямура хочешь нам рассказать? Доброе утро, коллеги Что изменилось со вчерашнего дня? Ну, во-первых, теперь мы знаем, что и у Тимура, и у Амура Есть свои странички в социальных сетях То есть историю развивают уже специально обученные люди И вообще все это напоминает такой сериал, да? И по законам сериала как-то все должно развиваться Теперь мы знаем, что введен новый персонаж Или будет введен в ближайшее время И это кто? Это невеста Тигра Все правильно Она... Ее пока неизвестно, насколько я помню, да? Нет, ее зовут Уссури Ей один год и восемь месяцев, да И теперь мы должны понимать, как будут развиваться события А мы прекрасно знаем Если в жизнь мужчины приходит женщина Что она делает первым делом? Отметает друзей Она разбирается с его друзьями Поэтому я просто уверен, что первым скажет Знаешь, дорогой, мне не очень нравится твой друг Козел По-моему, он просто козел Почему ты живешь с козлом? Давай-ка мы съедим его на Новый год Ну, пожалуйста, ради меня Вот здесь мне становится реально тревожно Потому что, ну, как бы там ни было При каком-то... Два мужика найдут какой-то общий язык Но когда приходит женщина Ситуация непредсказуемая Ну, посмотрим Тем более, что там уже и онлайн-трансляция И страницы ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках Все это можно будет смотреть И, честно говоря, вот Кто-то очень хорошо управляет С точки зрения маркетинга Вот, кстати, к слову об этой вот нашей паре За которой все, весь мир уже, можно сказать, наблюдают Если я не ошибаюсь, вчера прочитала новое Что козел Тимур настолько уже освоился Вот в вольере хищника Что там во время грозы Или какого-то Каких-то погодных вот таких вот Метель, неполадок Да, может быть, метели Занял место тигра Вот выгнал его И вот обосновался на его месте Ну, что, нагло второе счастье Тем более, что у него вообще все прекрасно Мы вчера же рассказывали о том, что козел поправился На несколько килограмм Люди, специальные зоологи Уже подозревают у него ожирение Ну, хотя, опять же Просто откармливают Откармливают Перед праздниками У тигра своя тактика Пока он просто не сделал первый ход Хорошо, давай Что, коллеги, да Поговорим о других новостях Выпуск новостей прямо сейчас Правительство России согласовало ряд экономических санкций против Украины Об этом сообщает портал 7-новости.ру Постановление подписал Дмитрий Медведев накануне Оно вступит в силу с 1 января 2016 года Так, по словам Медведева, в отношении Украины будут распространяться возные пошлины, предусмотренные единым таможенным тарифом Отмечу, на минувшей неделе Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что правительство не намерено вводить санкции против Украины Подробнее об этом можно узнать на сайте 7-новости.ру Горячие темы, жаркие дискуссии, актуальные статьи Самая полная картина дня на 7-новости.ру Возрастная категория сайта 18+. И к другим темам 93 красноярских школьника бесплатно поедут на Кремлевскую елку в Москву Праздник пройдет 26 декабря Всего в нем примет участие 5,5 тысяч детей со всей страны В том числе и красноярские ребятишки Это победители всероссийских и краевых олимпиад Школьники социально незащищенных семей Воспитанники детских домов Они пробудут в столице 3 дня Их ждет экскурсионная программа А также 21 школьник из красноярской делегации Выступит на ледовом катке на Красной площади Им дадут мастер-классы олимпийские чемпионы Горки для катания на плюшках Открыли возле торгового центра в Красноярске Два спуска взрослые и детские Размещены с правой стороны от ТРЦ И огорожены сетками Для прохода к обеим горкам организованы ступеньки Рядом открыт и прокат плюшек Час катания стоит от 150 до 200 рублей Цена зависит от размера санок И к этой минуте у меня все С вами мы увидимся через 30 минут Ну и переходим к новостям синоптическим И напомню, что на этой неделе Метеорологи обещали нам такие температурные качели Серьезные перепады И в данный момент, мне кажется, находимся в стадии похолодания Чуть подробнее об этом Юлия Дудникова через мгновение 22 декабря на календаре Вторник И да, действительно холодает в Красноярске По данным гидрометеоцентра Сегодня в нашем городе будет минус 16 градусов В темное время суток ожидается минус 22 градуса Ветер южного направления 1 метр в секунду Атмосферное давление 748 миллиметров Артутного столба Переменная облачность, но без осадков Ну вот, примерно так, друзья Наконец-то декабрь, по крайней мере, в финале становится похожим на декабрь Я имею в виду температурный режим до первого зимнего месяца Хотя вот ближе к концу недели нас опять ожидает Что-то там практически нулевые или даже плюсовые температуры Но в данный момент, пока это не очень плохо сказывается на дорожном покрытии Я так хотел бы перейти уже к пробкам Но в этом чуть попозже Сейчас наши юные друзья, их ожидания не могут быть обмануты И, естественно, их ожидает очередное конкурсное задание Но прежде разберемся с мультипликационной историей Да, сегодня у нас будет идти вторая серия мультфильма Как бабочка изучала жизнь Честно говоря, нам очень интересно Как будет развиваться событие Вчера мы увидели первую часть, вернемся ко второй Вот меня там не было Мы же прирожденные могильщики Все сделали Я всем все сказал Побежал за музыкантами Ой, какое горе Ой, такая молодая бабочка И на кого же ты нас оставила? Ой, ой Такая молоденькая Ой, ну я тебе Эй С днем рождения Поздравляю Эй А где похоронные музыканты? Умирает наша подруга и без музыки Вот, подарок Что, зубы? И день рождения, и зубы? Да Вы здорово Нет, Равлик, такое горе Наша подруга бабочка собирается умирать Она уже едва дышит Вы что? Умом повредились? Пригласили свадебных музыкантов на похороны А ну, ребята Врежьте что-нибудь печальное Все готово идти Иди Нет, нет Иди, иди И я не хочу Что ты сделал с моим подарком? А мы сейчас посмотрим Что она за птица И что? Да никакая она не однодневка Она настоящий адмиров Ой, держите меня Иначе я потеряю сознание Так что, я сегодня не умру, да? Эй! Кто бы мог подумать Что я сам адмирал? Слава нашему адмиралу Вот свинья Где же похороны? Так она не умерла? Что такое? Ничего, ничего Ну вот Вот и все Самый настоящий адмирал Ну и свинья Это бабочка Всех нас сделала дураками Но жизнь немного изучила Утренний кофе Ну вот такой мультфильм Завтра будет уже Ну я, честно говоря, переживал, что не случится Жизнь утверждающего финала Но тем не менее Образно говоря Все закончилось более или менее хорошо Ну и хотелось бы, конечно, вернуться к конкурсному заданию Для наших маленьких зрителей Разыгрываем сертификат от кофейники Их скрендель на получение торта Все вы прекрасно знаете, что необходимо делать Надо понять, о чем говорят наши маленькие помощники Позвонить по телефону прямого эфира 261-62-63 Поговорить немного с нами И все Ну, просто сказать правильный ответ Ну а теперь, собственно, давайте выслушаем суть загадки Праздник, который мне все рады Елку ставят Это праздник, когда с прошлого года переходит на новый Когда все Что же это такое? Если у нас правильный ответ Даже я не знаю пока правильный ответ Я просто сейчас прослушал суть загадки Хорошо 261-62-63 У вас есть уникальная возможность сказать любой ответ И я поверю вам на слово И у нас есть звоночек Здравствуйте, вы в прямом эфире Доброе утро Алло, доброе утро, здравствуйте Здравствуйте Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста, нам Здравствуйте Как зовут тебя, малыш? Как тебя зовут? Вероника Вероничка Очень хорошо Вероник, вот мы сегодня спрашиваем про салаты Любимый У тебя есть какой-то любимый салатик, который мама готовит И тебе вот он очень нравится? Оливье Оливье любишь, да? Вот такие телезрители у нас любят Ну вот тогда не забудь проголосовать за этот вариант в нашем адрактивном вопросе И сейчас скажи нам, какой правильный ответ Да, нам интересно Новый год Молодец, абсолютно верно Вероника, получаешь сертификат от кофейни Кекс и Крендель Письмо Дину Морозу написала? Умница, молодец Хорошего тебе Нового года С наступающим тебя и твою маму, которая там тебе подсказывает Спасибо вам большое 7 часов 13 минут Точно местное время, друзья Продолжаем создавать новогоднее настроение В том числе и с помощью музыки Пока вот все в записи Но скоро у нас и вживую тут будут происходить яркие музыкальные моменты Пол Маккартни, группа Wings Wonderful Christmas Time Все это о Новом Годе, о Рождестве Поехали Такая замечательная новогодняя композиция И не будем мы далеко отходить от музыкального такого жанра Совсем недавно российский певец Дмитрий Маликов написал песню, посвященную рублю Да, называется она «Новогоднее обращение к рублю», как утверждает сам певец Не похоронный марш, нет? Нет, наоборот, наоборот Он верит, верит в российскую валюту Как утверждает певец, вдохновил он написание этой песни его пользователей в Твиттере Обсуждалась там очень активно в этой соцсети Сейчас обстановка наша такая сложная И вот он начитался всего этого и решил записать такую песню Композиция, как я сказала, уже получила название «Новогоднее обращение к рублю» В тексте песни Маликов выражает надежду, что полосатая жизнь скоро закончится А также обещает, что российская национальная валюта взлетит как сокол И называют ее русским храбрецом Вот у нас есть сейчас возможность посмотреть отрывок Очень любопытно, давайте посмотрим Полосатой жизни пусть придет конец Ты взлетишь, как сокол русский наш храбрец Только потерпи, немного потерпи Пусть тяжеловато счастье впереди Ну, погоди, ну, погоди, не упади Ну, погоди, ну, погоди, не упади Ну, погоди, не упади Ну, забавная такая мантра, конечно Конечно, как говорится, лишь бы помогло Когда заканчиваются вот какие-то традиционные экономические способы Ну, можно уже писать песни Следующий шаг Это какое-то коллективное воззвание программы «Битва экстрасенсов» Чтобы они там все собрались и тоже как-то погоди, не упади Там что-то, в общем, продвинули эту тему Только на вас и надеемся, дорогие друзья-мракобесы Так, что там у нас? 7.18 Я просто предлагаю быстренько посмотреть, что происходит на улицах города Пока, на мой взгляд, все замечательно Я быстренько сделаю обзор по основным магистралям Октябрьского района Перед нами проспект Свободное на посещении с улицы Гаденко Район города Ика Ну, в прогулочном режиме буквально перемещаются автомобили Все хорошо Ну, несколько осложняется ситуация уже вот здесь Перекресток улиц Красноармия, Ладоги, Схавели Ну, и здесь тоже пока рано говорить о каких-то прям очень серьезных затруднениях Перемещаемся в центр города Кольцевая развязка улиц Брянская, Игарская И утренним часом пик еще даже и не пахнет И вот еще одна центральная улица Вот с этой точки обзора выглядит практически пустой Пересечение Марковского и Венбаума Так что, друзья мои, если без проблем хотите куда-то, в общем, добраться Самое время двигать На улицах пока спокойно Совсем скоро в нашей студии появятся первые гости Но прямо сейчас немного рекламы, оставайтесь с нами Мебельная фабрика «Родная мебель» Все от кухонного гарнитура до мягкого дивана и мебель в офис Обставим квартиру всего за 19 300 Собственное производство «Родная мебель» Телефон 215-03-82 Выбирайте коляску для малыша Начните поиск в crossbaby.ru Телевизорная 1, строение 100 Телефон 2-500-105 Межвинцовый утеплитель «Евроджут» Джутовый канат 215-47-43 215-47-43 Новогодние праздники в бульваре При заказе корпоратива игра в боулинг бесплатно Внимание! Эфир! Худшему каналу нужно выйти на первое место Они готовы пойти на все, чтобы остаться в эфире Смогут ли они это сделать? Это, конечно, хорошо Но теперь надо думать, как сделать не фальшивые рейтинги Суперредакция Смотрите скоро на Афотова Рано радуетесь Друзья мои, ну, добавилась красоты в нашей студии Как, собственно, в виде и новогодних каких-то украшений Так и в виде наших гостей И я сейчас сумею вам доказать, что это барыш Неприятный во всех отношениях Пожалуйста, пристань У нас в гостях Вероника Подковальникова и Вероника Сергеева Девушки обе являются декораторами И вот сейчас мы вместе с вами будем делать, как я понимаю, вот такой новогодний аксессуар Атрибута, свечу с какими-то вот такими штучками Да, мы будем делать новогоднюю композицию со свечой Для этого нам понадобятся еловые ветки Вот мы изначально берем Это настоящий, не искусственный, да? Потому что прям пахнет немного Да И отрезаем лапки И вот с помощью их начинаем украшать нашу композицию У нас есть специальные заготовочки Да, у нас с обрезанной лапки Она называется флористическая губка Ее обычно смачивают, чтобы у пихтовой веточки подольше стояли Вот, например, начинаем делать композицию Мы берем веточку и очищаем кончик на пару сантиметров И втыкаем Давайте, может, мы с Лешей тоже будем одну Вы не стесняйтесь, можете использовать наши отнюдь невыдающиеся в плане декора способности Ну, что-то, конечно, сможем сделать То есть произвольно, в принципе, можно втыкать, как тебе хочется Главное заполнить пустые участки Чтобы губку не было видно Как легко она заходит просто Девушки, откуда вы научились, где посмотрели вот эти идеи, где берете вдохновение? Сами вы по образованию дизайнеры Понятно Прекрасно Ну, в общем, решили объединиться И потому что просто у нас стали знакомы заказывать подобные композиции Просили, ну, подари мне, подари, пожалуйста, мне так нравится А вы решили, что дарить? Да Леша, скажите, пожалуйста, а где нужно купить вот эти мягкие кирпичики? Или как вы называете их? Губкой? Да, правильные кирпичики и губки Покупают в флористических магазинах Ну, то есть нет каких-то специальных магазинов, типа «Мир мягких кирпичиков» или «Флористический магазин»? Флористический, да, магазин Можешь прийти, дайте мне немножко мягких квадратиков Мягких квадратиков Скажите, пожалуйста, ну, с Новым Годом все понятно Что, ну, есть вещи, без которых Новый Год там не случится, не произойдет В нашем случае это елка, свечи, елочные игрушки, ну, или какого-то мандарины А вообще существуют какие-то законы дизайна, сказанные именно вот с новогодней тематикой? Вот, сейчас в последнее время стал модным такое направление, как экспромты делают все, чтобы все ей годно Кому что нравится, в какой стиле, все пробуются, сами себя Ну, понятно Ну, то есть чаще всего это у вас из головы идет, или все-таки вы в интернете что-то там посмотрите, думаете, ну, надо это сделать Да, конечно, в интернете Вы все сейчас в интернете Да Я люблю, честно, с людях, и спасибо, что вы нам говорите об этом В общем, пришло время поставить свечу, чтобы дальше могли к нее добавить А у нас не мало еще А у вас, например, можно поставить У нас не то, чтобы не мало, у нас криво, криво немножко А так, в общем, все хорошо В общем, крепление этих свечей различается Вот крупную свечу мы крепим на зубочистке, которую примотаны скотчем к свече И делать это очень просто, вот так Все А ваши свечки, давайте попробуем Наши свечки ничего не поможут, по-моему Да, но... Честность, честность В общем, можно просто так взять и вдавливать их Ага, просто вдавливать А еще не будет Вот губка держит Ну, вы же выяснили, что это мягкий кирпич Просто вдавливаешь Да, ну и все, заполняем оставшуюся пространство веточкой А может три поставим? Можно три поставить? Да, давайте Это мне очень нравится Можно их обрезать немного на разном уровне Тоже будет очень красиво смотреться Ну, то есть, можно одну повыше, другую пониже Подозреваю, ну, во-первых, да Те люди, которые нас сейчас смотрят Вносят для себя что-то новое, интересное В плане каких-то оригинальных дизайнерских решений Но нас могут смотреть и... Правильно, это как пожарный? Пожарник Ну, представители пожарной охраны, да И сейчас я специально для них задаю вам вопрос Насколько эта вещь функциональна? То есть, можно ли использовать по прямому назначению? Ну, зажигать и... Ну, да, конечно Флористическая губка намочена Она довольно устойчивая, получается Плюс она влажная Да, композиция устанавливается на столе И я не вижу никакой опасности в этом Нет, у нас здесь ёлка, открытый огонь Вас это не смущает? Ну, на нашей практике никаких методов нет Мы не первые, кто использует такой метод И судя по тому, что вы с нами, до этого всё заканчивалось хорошо Да Понимаю, хотя, конечно, мы не можем не сказать нашим зрителям о том, что элементарные средства безопасности или какой-то предусмотрительности будут не лишними в этой декоративной истории Так, девушки, давайте ещё буквально несколько элементов и приступим у нас, потому что есть ещё одно задание Да, на свечу, в принципе, всё понятно уже Ну, давайте теперь декорировать разными золотыми новогодними украшениями Берём, например, вот длинные и добавляем в нашу композицию по кругу Просто как хочется Да, они все у нас заранее закреплены на проволочке Делается это очень просто Ну, и втыкается в губку Держится очень крепко А насколько вообще вот это всё нужно купить в магазинах? Или вот ёлочные игрушки вот к этим проволочкам вы сами как-то прикрепляете? Или это так и продаётся в магазинах, например? Нет, мы сами прикрепляли Сами прикрепляете? Букетиков ёлочных, ещё чего-то Мужчине есть место в этой профессии? Или вот в этом увлечении? У вас есть кто-то, кто вот будучи... Представителем сильной половины человечества Ещё при этом является и представителем сильной дизайнерской школы Ну, в нашем стандеме нет мужчин, но... Ну, понятно Вот, но мужчины являются нашими покупателями Ну, понятно Мужчине проще всего прийти и купить готовое решение И, может быть, даже потом где-то наплести Но, знаешь, собрался и вот придумал что-то такое Ясно? Давайте прямо сейчас мы прервёмся немного Сейчас посмотрим новости с Викторией Столяровой Мы пока здесь как раз всё закончим И вернёмся уже, покажем вам, что у нас получилось Доброе утро, и мы начинаем выпуск В Красноярском крае полуторагодовалая девочка Скончалась от пневмонии после лечения на дому Ребёнок воспитывался в приёмной семье Девочка почувствовала недомогание У неё поднялась температура Но несколько дней родители лечили дочь самостоятельно Когда скорую помощь всё же вызвали Ребёнка доставили в Новоселовскую в больницу В тяжёлом состоянии Несмотря на интенсивную терапию Ребёнок скончался По данному факту возбуждено уголовное дело Красноярские вахтовики не могут вернуться из Арктики Строители военных объектов на Крайнем Севере Не получают зарплату за отработанные месяцы Их семьи на материке в это время едва сводят концы с концами Многие из тех, кто попал в сложную ситуацию Жители Красноярского края Все рабочие заключили контракты с Тюменской компанией За Псиб Газпром газификации Однако по истечению срока вахтовики Не только не получили деньги, но и не смогли вернуться в семьи Корабли перестали ходить из-за ледостава А вертолёты совершают единичные рейсы из-за непогоды Тревогу бьют жены рабочих Они уже обратились в правоохранительные органы И написали письмо в администрацию президента Отловом собак в Красноярске займётся компания Которую обвинили в живодёрстве Мэрия вновь заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Версяцкасом До 31 декабря подрядчик должен отловить 317 бездомных псов Доставить их в приёмник Провести осмотр и накормить Напомню, в июле красноярские зоозащитники заявили Что в питомнике на улице пограничников Животных подвешивают за лапы Инспекцию тогда провели депутаты Горсовета И владелец не отрицал Случаи садизма Правда, обвинил во всём самих активистов И к другим темам Альпинисты из Красноярска покорили пик Звёздный в Ергаках по новому маршруту На гору спортсмены отправились 4 декабря из Саиногорска Затем почти трое суток На лыжах добирались до озера Светлого У стены пика они разбили лагерь И стали изучать новый маршрут По рассказам альпинистов Путь был снежным И покорить пик они смогли только за 5 дней Впрочем, как и запланировали Подробности этой и ещё десятка Историй жизни нашего города Ищите в интернет-журнале Проспект Мира Аудитория сайта 16+. На этом у меня всё До встречи через 30 минут 22 декабря на календаре Вторник Итак, по данным гидрометеоцентра Сегодня в Красноярске днём будет Минус 16 градусов В тёмное время суток будет Минус 22 градуса Ветер южного направления 1 метр в секунду Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба Переменная облачность Новые засадки Ну что ж, Юля, большое спасибо За синоптическую вот эту историю Связанную с сегодняшним днём А я напомню, что у нас сегодня в гостях Декоратор Вероника и Декоратор Вероника У них разные фамилии Подковальникова и Сергеева И мы вот от ёлочной зоны Пришли к зоне стола Тем более, что о столе новогоднем Мы сегодня достаточно много говорим По крайней мере, у наших зрителей Мы спрашиваем, какой их любимый Новогодний салат И вы можете тоже нас в этом смысле Как-то порадовать вашим вариантом Оливье Шуба Ну, вы знаете, есть варианты разные Шуба с селёдкой Селёдка без шубы Просто шуба Или Цезарь У вас, девушки, какой любимый салат? Или у вас есть какой-то другой Любимый новогодний салат? Цезарь мой любимый То есть на Новый год Ты его прям любишь? Или ты просто его в повседневной жизни? В повседневной жизни На Новый год У меня папа старается Держать разные салаты Поэтому Оливье И Селёдки Не встречается Ага Ну, а у тебя верно? А я люблю мимозу Простой салат Ну, еще один такой вариант У нас появился Просто несколько странно Прозвучало из уст декоратора А я люблю мимозу Я могла сказать Я люблю мимозу Разного полезло у меня в голову В этот момент Хорошо, мне кажется Вот этим вопросом провокационным Про салаты Мы вас немножко выдернули Из Вот этой декораторской истории Нам бы хотелось бы как раз к этому вернуться Итак, новогодний стол У нас уже Давай, резюмируем Что у нас получились Вот такие замечательные Я бы, знаешь, не приматывался к вероникам Поскольку у них, да, получилось У нас с тобой Не особо Не особо Ну, все равно, на мой взгляд На первый раз Не так уж и плохо Девочки, прямо сейчас мы поговорим с вами Про сервировку новогоднего стола Да? Хорошо Про украшения как бы стола именно Не, ну, с сервировкой мы, по сути дела, разобрались Там один из трех салатов Один из трех салатов Будем так думать, что он уже на столе А что дальше? Ведь салат может быть на любом столе В том числе и повседневном Как добавить новогоднюю тематику Вот в то, что происходит на этих столах прекрасных? Стол можно украсить, например, вот такими красными салфетками Которые мы принесли Которые отлично сочетаются с красными элементами нашей композиции Видите, они поддерживают Самые традиционные новогодние цвета Это сочетание зеленого и красного Золотого Разных блестящих элементов Конечно же, свечи, подсвечники И запах апельсинов и корицы Девушки, ну вот сейчас в моде вообще Что? Чтобы был стол как-то ярко украшен? Или все-таки, чтобы был минимализм? Что сейчас модно и актуально? Ну так как у нас наступает год огненной обезьяны Конечно, красный цвет сейчас в моде Вот мы и выбрали эту цветовую гамму Ну все достаточно просто Опять, наверное, просто пожарники напряглись Сочетание год огненной обезьяны Может быть Девушки, большое вам спасибо Настолько я прочувствовал атмосферу Что как-то мне, не знаю, захотелось побежать Доку Брауну, взять на прокат машину времени Вскочить в этот Делориум, нажать на газ Оказаться уже в первое 31-го вечером за столом И понять, что Дед Мороз реально существует И Новый год лучший праздник на сегодня Девушки, спасибо вам большое Напоминаю, у нас в гостях была Вероника Подковальникова и Вероника Сергеева Девушки являются декораторами Джонсон и Джонсон Вот такое великолепное волшебство Спасибо вам большое Спасибо вам Но мы продолжаем И прямо сейчас у нас на очереди рубрика Узнаю как Да, познавательная такая вещь Все это посвящено, друзья мои Приборам, которые позволяют нам улучшить качество жизни Быть веселыми, здоровыми Давайте узнаем все подробности Тяжела, как у экскаватора Работа телеоператора Эдуард Баглай на телевидении более 15 лет Издержки профессии дают о себе знать В конце рабочего дня Я регулярно испытываю ломоту в плечевом суставе И хотелось бы избавиться от этих неприятных ощущений Более 6 часов съемок в день Тяжелое оборудование Штативы, микрофоны, камера Магнитотерапевтический аппарат Алмак-01 С недавнего времени житель телевизионной студии Врач назначил мне гимнастику и физиолечение В физиокабинете я увидел вот этот прибор И решил его приобрести Ну, чтобы в очередях не толкаться Эдуард производит процедуры прямо на рабочем месте Я думаю, магнитотерапия мне поможет Все дается по силам Тяжесть в профессии управленца Галины Представляет собой нелегкий умственный труд Очень тяжелые трудовые будни, от этого очень часто болит голова Мигрень Диамаг предназначен для физиотерапевтического лечения заболеваний головного мозга Если у вас частые головные боли или вы плохо спите Низкочастотное импульсное магнитное поле диамага Обещает помочь справиться с этим Процедура проводится пациентам в удобных для него условиях самостоятельно При первых же симптомах надвигающегося заболевания Вы сможете достать прибор и предпринять соответствующие меры От того, что я не люблю почитать физиокабинеты И поэтому я использую у себя в кабинете портативный диамаг Следует отметить, что и Алмаг-01, и Алмаг-03, он же диамаг В деле портативности не имеет в мире аналогов К сожалению, не во всех случаях пациенты при использовании Алмага дома Самостоятельно учитывают ряд противопоказаний Такое невнимательное отношение чревато отсутствием положительного эффекта от терапии В общем, будьте здоровы, друзья И пусть это пожелание распространяется надолго И на весь следующий год, на новогоднюю ночь Поберегите здоровье Обязательно не переедайте В том числе и салаты, о которых сегодня речь идет в нашем адрективном опросе Оперативно напомним Вот все вместе И варианты ответов, и телефоны Итак, ваш любимый новогодний салат Три варианта ответа у нас есть Если ваш любимый салат Оливье, то звоните по номеру 219-23-91 Если вы любите салатку шуба, так сказать, селедку под шубой То звоните по номеру 219-23-92 Но если ваш новогодний любимый салат, это салат Цезарь Неожиданный вариант Ваш номер телефона 219-23-93 Но также, если у вас есть свои какие-то любимые другие салаты Рецептами, которыми вы готовы с нами поделиться То звоните по номеру прямого телефона По номеру телефона прямого эфира 261-62-63 Изячно, прекрасно оперируешь цифрами, Юля 7 часов 39 с половиной минут Друзья, всем доброе утро Сейчас немного рекламы После чего мы вернемся и представим вам чемпионов мира Запоминайте, записывайте и расскажите всем Салон домашнего текстиля Тач объявляет старт зимних распродаж Стартуем прямо сейчас Нужно всем, выгодно каждому Салон домашнего текстиля Тач Дудинская 2 Сеть косметики и парфюмерии и товаров для дома Веста Всегда большой выбор подарков Сниженные цены на актуальные новогодние товары Ищите красные ценники С магазином Веста экономим вместе Магазин верхней одежды Риксери поздравляет всех с наступающим Новым годом И объявляет о ликвидации и снижении цен на всю зимнюю коллекцию пуховиков и дубленок Партизана Железняка 40А Телефон 2-313-513 Новые коллекции украшений уже в салонах Линии Любви Новогодние скидки до 65% Линии Любви – желанный подарок Рестомаркет Винегрет Буфет открывает новогодний стол заказов На ваш выбор домашняя кухня Роллы, воки, ароматный гриль, вкуснейшие пиццы, бургеры и макароны Огромный выбор десертов из собственной пекарни Освободите себя от домашних хлопот, сделав предварительный заказ Улица Сурикова, 12, телефон 231-1989 Выбираете кроватку для малыша? Начните поиск в красбэйби.ру Телевизорная 1, строение 100, телефон 2-500-105 Друзья, утренний кофе и даже немножко волнуемся Поскольку не каждое утро в эту студию приходят чемпионы мира А между прочим в этой студии их достаточно много Я с удовольствием вам представляю команда юниорок по рафтингу Енисеюшка Там за кадром сейчас звучат аплодисменты И их тренер Екатерина Алексеевна Кожанова И я спешу вас поздравить, поскольку я так понимаю Речь идет о недавней победе на чемпионате мира по рафтингу Да, это был чемпионат мира и первенства мира, который проходил в Индонезии Проходил он с 28 ноября по 8 декабря Достаточно насыщенные такие 10 дней были у девчонок Девчонки сначала выступали в юниорском составе до 19 лет И затем вместе со мной мы сидели в одной лодке и выступали уже во взрослом чемпионате Елена Алексеевна, давайте прежде всего поймем, что такое рафтинг Потому что у всех у нас очень общее представление об этом Я считаю, что, ну, по крайней мере, все, что я знаю об этом Это какой-то такой экстремальный вид спорта На каком-то, значит, надувном плоту по горной реке Ты несешься со сверхзвуковой скоростью Без особой надежды, что доплывешь до финала в целом Насколько я прав? Насколько это действительно экстремально? И я даже не знал, что это вот такой профессиональный вид спорта Что проводят чемпионаты мира Мне казалось, что это какое-то такое развлечение на курортах Турции Ну, на самом деле, это развлечение тоже есть Но это достаточно экстремальный вид спорта Это большая надувная лодка, в которой сидят либо 4 человека, либо 6 То есть он так и называется, R4, R6 Это международный вид спорта Он не олимпийский, но международный признанный И за границей это достаточно развитый вид спорта Очень много спортсменов, очень много любителей занимаются этим видом спорта И категория рек, начиная по международной категории 3-4+, очень сложно И технически сложно выполнять элементы То есть это экстрим Вы прямо сейчас мы видим кадры, как проходили соревнования Этот чемпионат проходил, девушки Вот смотрю картину Мы даже не знаем, где это происходит Но видим, что это соревнование Хочется понять, как это в принципе устроено, как это происходит На соревнованиях проводятся 4 дистанции Первая дистанция это спринт Когда каждый индивидуальный экипаж стартует И показывает результат на коротком промежутке времени Дальше по результатам спринта выстраиваются пары И уже по олимпийской системе на выбывание пары И параллельный спринт называется head to head Третья дистанция это дистанция с лалом То есть все, наверное, смотрят по телевизору горные лыжи И видят, что такое с лалом горный Примерно то же самое происходит и здесь Только вешки висят над водой И технически сложная дистанция грамотная С преодолением бочек, валов огромных Девушки должны пройти, преодолеть створ ворот Не задев вешек И четвертая дистанция это длинная гонка Которая проходит примерно где-то в районе часа Скажите, чемпионаты мира всегда проходят Вот в таких замечательных местах Индонезия, Бразилия Я просто резко захотел заниматься арабцингом Ну на самом деле последние года Чемпионаты мира происходят в достаточно экзотических странах С одной стороны это очень интересно С другой стороны это финансово накладно Потому что вот последние три года Чемпионаты мира проходили Это была Новая Зеландия Прошлый год это была Бразилия В этом году была это Индонезия Следующий год это будут Арабские Эмираты Через год это будет Япония То есть финансово это очень затратная процедура Удивлялся, что в Арабских Эмиратах Кроме песка и нефти есть еще реки? Там есть реки, есть искусственные каналы И очень красивые А вот вы у нас здесь Здесь тренируетесь так, чтобы становиться чемпионками На Мане наверняка? Да нет, не на Мане Вообще это девчонки ученицы одной школы Гимназия 11 Без какого-либо селективного отбора То есть вот кто пришел к нам заниматься С тем и мы работаем Мы занимаемся в спортзале школы У нас есть родной нашей Несей-батюшка Который не замерзает То есть сезон мы начинаем в апреле Заканчиваем в ноябре В варежках, в шапках, можно сказать, в валенках Зимой пытаемся заниматься в бассейне Есть тренажерный зал у нас в школе Ну и, конечно, большая физическая подготовка Это лыжи, кроссы, велосипеды, ролики Екатерина Алексеевна, вот вы упомянули про горные лыжи Да, мы часто видим горные лыжи по телевизору Соревнования разных уровней Почему мы не так часто видим по телевизору соревнования по рафтингу? Вообще вот в каком состоянии находится этот вид спорта? Я имею в виду в России, в Красноярске Существует ли федерация? Как вы вообще справляетесь с этой историей? Добиваясь результатов, да еще организовывая, так понимаю, за свои средства поездки в ту же Новую Зеландию Значит, у нас в крае создана федерация гребного слава и рафтинга Но это общественная организация, естественно, никакого финансирования нет В городе у нас есть три детских клуба, которые занимаются рафтингом Раньше, вообще история рафтинга в России, она идет, конечно, с центральной части России В 90-х годах это была питерская команда, которая выиграла в свою очередь Кэмэл Трофи, выиграла как раз чемпионат мира И, естественно, первые зачинатели именно вот рафтинга, это была питерская команда Один из ее членов, это капитан команды Сергей Петров В этом году участвовал в чемпионате мира, тоже в сборной России И в этой же команде ветеранов сидели и наши парни, Евгений Калмаков, Юрий Кожанов На чемпионате мира Сейчас, конечно, рафтинг больше перешел все-таки к нам сюда, на восток, на север То есть сейчас, конечно, приоритеты это Алтай, это Томск, это Красноярск А вообще, существует какая-то программа развития рафтинга в России Как-то, в общем, ну хоть что-то делается для того, чтобы, ну, этот вид спорта Стал, может быть, не таким популярным, как горные лыжи Но хотя бы приблизился по уровню популярности К тому же, что там у нас олимпийский вид спорта? Камни по льду, как это? Керлинг Вот мне странно, керлинг олимпийский вид спорта, а рафтинг? Ну да, наверное, этим все и сказано, что рафтинг это не олимпийский вид спорта Хотя, если взять другие не олимпийские виды спорта, в которых идет финансовое вливание достаточно большие То в рафтинг финансовых вливаний ноль То есть все поездки, которые мы осуществляем, это поездки за счет родителей, за счет своих собственных средств И, ну, такие копейки, которые мы там, бывает, выделяют на спорткомитет, это, конечно, капля в море Девушки, давайте с вами пообщаемся, как вы успеваете все-таки совмещать учебу и становиться чемпионками мира? Кто, 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 вы сможете ответить? Кто самая разговорчивая? Братья Ну, я учусь в спортивном учреждении в колледже Олимпийского резерва, поэтому мне с этим делом проще Некоторые у нас учатся в военном университете, и поэтому они, например, уезжают из дома в 5 утра и приезжают в районе 7 вечера прямо на тренировку И, как бы, это для них очень тяжело, и у нас бывают ночные тренировки, потому что гребли — это такой вот спорт, в котором нужно работать ежегодно Командой, да И поэтому мы, например, после одной тренировки едем на ночную тренировку, едем спать, и бывает на утренней тренировке тоже едем А ночная тренировка этого сколько, подразумевается? С 10 до 12 С 10 до 12 И еще вот у меня такой вопрос, я, наверное, очень трусливый человек, для меня это действительно очень экстремально, то, что мы сейчас увидели Не страшно вам, не боитесь, что пучина как-то поглотит вас? Потому что вы, конечно, так не считаете, но для меня вы дети, и дети вам не страшно, хочу я спросить Можно я отвечу на этот вопрос? На самом деле, вы же тоже в школу приходите, вы же не сразу пишите предложения и сочинения Километровые на всю тетрадь Вы сначала учите рисовать палочки, крючочки, закорючки, кругляшочки, потом соединяете это в булочки, в слова, в предложения Также и здесь, естественно, никто не бросает маленьких детей в пучину морскую Естественно, сначала все это наглоди в бассейне, в подготовительность, естественно, это безопасность в первую очередь То есть обязательное снаряжение, спажилеты, каски и так далее Очень много медалей вы привезли, как я понимаю, что здесь они и серебряные, и бронзовые, и золотые Это все вы на одном чемпионате завоевали? Или это у вас за несколько лет накопилась уже такая коллекция? На самом деле мы привезли медали, вот все, что с белыми ленточками, это медали, которые мы привезли с этих соревнований Это чемпионаты первенства мира с Индонезии, вот с голубенькими ленточками, с триколором И вот это чемпионаты прошлого, медали с прошлого чемпионата, это чемпионаты Европы, чемпионат мира, это Бразилия и Словения Они в этом году проходили тоже? Да, это в этом году были Все, у нас практически последний вопрос Вот привезли столько медалей, честь страны, вы первые, вы чемпионы мира Там страна что-нибудь сказала, там спасибо, или как-то это вообще, вот никакой реакции? Как это происходит? Честного ли? На самом деле, немножко обидно, когда приезжаем, да, и, ну, все ровно То есть, ну, это, наверное, все-таки неправильно Потому что, ну, по крайней мере, когда я выиграла свой первый чемпионат мира Домой приехал, у меня мой отец спрашивает, ну, и сколько ты шла к этому? Я посчитала всего лишь 25 лет Девчонкам потребовалось немножко меньше 6-8 Ну, давайте не будем грустить, давайте будем надеяться, что все-таки как-то обратят внимание В любом случае от нас Что в планах? Какой чемпионат? И, вот, где следующий чемпионат мира? Где проведется? Следующий чемпионат мира будет проходить в Абудабе, Арабские Эмираты А, да, все точно Да, на самом деле была мечта, конечно, так как девчонки еще все-таки маленькие, по возрасту маленькие Мечта была выиграть первенство мира Мечта сбылась, мечта изменилась У нас впереди чемпионат мира, взрослый То есть, задачи есть, главное их решать Конечно Я думаю, с таким тренером все получится В любом случае, говорим спасибо вам, от нас, от наших телезрителей Что вы занимаетесь этим видом спорта, что вы стараетесь, и что вы достигаете таких вершин И защищаете честь нашей страны Спасибо вам большое Друзья, вам удачи, и все-таки берегите себя Все-таки берегите себя, друзья 7 часов 52 минуты И сейчас мы переключаемся в другое пространство, в другую точку города Александр Прудников, кафе «Кекс и Крендель» Собственно, сейчас нам Саша представит свой утреннего гостя Саша, доброе утро Доброе утро, Алексей, доброе утро, Юля, доброе утро, телезрители Новый год не за горами, не устаем об этом напоминать Это время, когда нужно уже озаботиться подарками И вот сейчас мы можем вам подсказать одну такую хорошую идею У нас здесь, если вы хорошо видите Вот, допустим, у меня в руках Нечто похожее на мандарин И вообще очень даже похожее на мандарин Но это есть на самом деле не нужно Потому что это мыло И вот эти замечательные штуки Которые сейчас мы вам более подробно покажем Это все есть мыло, которое можно подарить Которое можно не просто поддерживать чистоту своего тела Но и наслаждаться чисто визуально Потому что это реально потрясающие вещи Очень похожи на натуральные Представляя автор вот этого всего, этих произведений искусства Анна Беспрозванных, мастер по изготовлению сувенирного мыла Доброе утро Здравствуйте И вот, допустим, если видно, да, у нас тут мандарины И корочка черная, и корочка красная На хлебушке намазана И корочка в баночке В общем, тут еще новогодние наборы Действительно все настолько тонко сделано Что я, честно говоря, сначала подумал, что это правда настоящие продукты Как удалось добиться вот прямо действительно такого идеального почти сходства? Ну, это дело техники, опыта Начинала с малого И в течение двух лет научилась тому, что вы сейчас видите Два года понадобилось, чтобы достичь этого, да? Ну, да Два года упорного страдания, старания Ну, а скажите, как вот раскрыть эти технологии? Как все это создается? Благодаря силиконовым формам создается, допустим, вот такие мандарины То есть объемные фигуры, как Дед Мороз вот здесь представлен Благодаря пластикам плоские фигуры Вот набор, допустим, вот этот То есть в состав идет профессиональная мыльная основа Базовое масло, благодаря которому питательные вещества мыло берет Краситель и ароматизатор Ну, и вот сам процесс приготовления, он насколько сложен? То есть вот эти компоненты взяли, там нужно ошибиться? Или просто нужной пропорции? Главная пропорция, главная пропорция, да И, как бы, температура плавления Чтобы тоже не перегреть основу Потому что она может потом покрыться пятнами То есть, ну, уже будет испорченное мыло И масло подобрать по типу кожи Ну, а вот цвета, соответственно, тут же вот мандарины, там вот новогодние Тут бутылочки зеленого цвета, да Вот это вот за счет чего достигается? Цвета тоже подбираются Ну, то есть все приходит с опытом Там уже смотрите, как у вас в технике все получается Ну, цвета, они подбираются, я имею в виду, вот по составу это что такое? Это идет пигмент минеральный То есть он, ну, не вреден, но он Специальный косметический, да, для косметики, который Есть пищевые красители, которые, вот, допустим, если детское мыло делать Вот как здесь есть представлено Это пищевой краситель, чтобы не было аллергии у ребенка Также пищевые ароматизаторы, чтобы не было реакции на кожу Ну, а вообще, если вернуться к формам Вот, допустим, здесь вот у меня в руках это Дед Мороз Здесь очень много деталей, прямо такая очень тонкая-тонкая работа Это тоже есть такая форма или вручную? Силиконовая форма, да Силиконовая форма заливается И вот эти все детали мелкие, они уже выбиты в этой форме Можно сделать цветной вариант Ну, вот, допустим, если вот это взять мыло Здесь, как бы, несколько тонов Здесь пипетка выливается, контур Также можно и здесь разноцветное сделать Вот мишка, допустим, Тедди Здесь все вручную вылито, все мелкие детали То есть сначала вот капаете, там, вот эти цветные детали Делаете, потом все основное, да? Да Ну, а вот здесь, вот, опять же, вот здесь вблизи, если посмотреть на этот мандарин Ну, это реально, вот, мне кажется, утром после Нового года встанешь И можно перепутать с настоящим мандарином Потому что здесь вот фактура такая, вот прямо бугристая, как вот у мандарина Вот здесь беленькая, ну, вот прямо реально настоящий мандарин Вот как вот это создается? Так же создается То есть сначала идет белая основа, вливается Обливается форма, то есть как остатки кожуры Потом вторая заливка, уже все остальное Сколько времени нужно потратить? Вот здесь самые сложные какие вещи? Самые сложные? Ну, вот мишка Тедди, потому что мелкие детали, мелкая заливка То есть если однотонные, вот, какие-нибудь, то это, конечно, и быстрее Если сделать разноцветные, то это дольше Ну, вот, там, примерные, там, сроки, можете назвать? То есть сколько вот он? Одно мыло? Да Ну, одно мыло по изготовлению, ну, от 10 до получаса, минут От 10 минут до получаса? Да И момент застывания еще разный То есть если мыло как бы побольше размером, вот, как эти, они застывают полчаса, как минимум Если мыло поменьше, то меньше застывает, то есть это пока мыльная основа застынет, тоже идет время на это Плюс еще потом еще раскрашивание акриловыми красками идет Если вот сувенирное взять мыло Ну, а вообще вот все эти придумки, они откуда рождаются? То есть эти формы, где берете? С интернета С интернета, то есть все это, в принципе, можно сегодня найти Конечно Главное поискать, хорошо? А вот эти формы, они, то есть у тебя есть какие-то производители? Да, есть производители, есть также частные мастера, которые это все изготавливают Ну, у нас в городе, к сожалению, мало что найдешь Поэтому приходится заказывать из других городов и ждать по месяцу А самим можно сделать какие-то формы? Можно Также тоже надо учиться Это силикон? Это силикон, да, ну, надо качественный силикон И плюс научиться правильно заливать У меня вот интересно, на самом деле, вот, когда бутерброд с икровью создавали, или мандарин Тоже заливали силикон, все это делали Мандарин это силикон, потому что объемное Здесь плоская фигура, это пластик Форма пластиковая Ну что же, спасибо, Анна, без прозванных было у нас в гостях Отличные, отличные, прямо действительно, вот, вещи, которые, на самом деле, вот, не знаю, в темноте встанешь, на кухню пойдешь, что вот, можно спутать бутерброд с икровью Мы вам дарим настоящие, точнее, кофейники эксокринделя, сладости, которые не мыльны, мылить не нужно, их можно есть Поздравляем вас с наступающим Новогодом Вас, дорогие друзья и коллеги, тоже с наступающим Новогодом и с замечательным новым рабочим днем Готовьтесь к этому празднику, я передаю вам слово Утренний кофе Утренний кофе Утренний кофе в 8 утра на часах, значит, самое время новостей Да, Виктория Столярова присоединяется к нам И давайте еще раз обсудим, ну, отчасти вот всю эту историю, да Просто в последнее время, в последнее время все хотят жить с тиграми Просто какой-то тренд такой появился И все это распространяется на Китае, вот в провинции Хэнань На востоке центральной части Китая Один из посетителей местного зоопарка Я сейчас делаю тревожный голос, потому что такая... Едва не попал в Айрктигру Мужчина оказался на сетке, натянуте над жилищем хищника И вот на видео мы видим, что 40-летний посетитель парка прыгает с подъемника Когда оказывается над вольером тигра Падение сдержало сеть, которая прогнулась под тяжестью мужчины Хищник попытался достать гостя Но это ему не удалось Когда посетители зверинца сняли с клетки Он сказал сотрудникам учреждения, что совершил прыжок ради острых ощущений Ну, вот такая веская причина Слушайте, ну какой-то вот ажиотаж мы в последнее время действительно к тиграм С точки зрения сотрудников безопасности зоопарка Повел он себя, конечно, по-козлиному То есть, ну, как-то, в общем На мой взгляд, с точки зрения психиатров он повел себя не очень адекватно вообще В общем, козлы стремятся к тиграм Это какое-то уже такое международное поветрие И, честно говоря, вот пока эта вот история с Амуром и Тимуром Она хотя бы как-то культурно оформлена Там есть драматургия, сюжет Скоро появится новый персонаж Онлайн-камер, за всем этим можно следить А здесь, конечно, чистой воды безумие Чистой воды безумие Ну и хищник, да, не так дружелюбно встретил все-таки вот человека вот этого Нежели козла Да, не так, как козла Ну, надо сказать, да, здесь исход какой-то такой И мужчина пострадал, да, и физически, и психически И тигр не поел Как-то он-то ни нашим, ни вашим Что, коллеги, переходим к серьезным новостям Конечно, конечно Новости прямо сейчас Доброе утро, и мы начинаем выпуск Российских студентов могут лишить стипендии В Совете Федерации предлагают платить только тем учащимся Которые обязуются отработать потом на отечественных предприятиях По мнению сенаторов, такая мера позволит увеличить количество выпускников Которые будут трудиться по специальности Однако некоторые эксперты полагают, что инициатива недоработанная И сумма стипендий сейчас недостаточно, чтобы учащиеся боялись ее лишиться Центральный рынок в Красноярске еще можно спасти Решение отложили до 25 декабря Местные власти накануне проинспектировали в очередной раз рынок И встретились с его директором Чиновники и народные избранники настаивают, чтобы собственник Выполнил все предписания Роспотребнадзора и привел торговое помещение в надлежащий порядок Договорились о том, что 25 декабря собственники дадут четкий ответ Будут ли продавать они рынок или пойдут на условия краевых властей и Роспотребнадзора В Красноярске со следующего года начнет работа единая служба экстренных вызовов 112 На создание системы края получит федеральную субсидию 20 миллионов рублей На первом этапе служба пока заработает только в нашем городе, а уже потом на территории всего края А я напомню, что сейчас набрав номер 112, красноярцы чаще всего попадают на автоответчик Предлагающий перезвонить в полицию, скорую или газовую службу Однако в дальнейшем звонки будут принимать диспетчеры, прошедшие специальную подготовку И к другим темам Илья Григорьев из города Назарова попал в финал проекта «Главная сцена» на одном из федеральных каналов Молодой человек выступит в Кремле вместе с другими финалистами и звездами российской эстрады Об этом сообщает портал 7-новости.ру Илья Григорьев несколько лет занимался в вокальной студии «Золотой ключик» в местном городе К Сейчас он живет в Москве, однако в родной город Назарова приезжает часто И подробнее об этой истории вы можете узнать на 7-новости.ру Горячие темы, жаркие дискуссии, актуальные статьи Самая полная картина дня на 7-новости.ру Возрастная категория сайта 18+. И к этой минуте у меня все. Увидимся с вами через полчаса Виктория, гран-мерси за политинформацию Сейчас от синоптиков самые свежие новости Юлия Дудникова о погоде через мгновение 22 декабря на календаре вторник Итак, сегодня по данным гидрометеоцентра в Красноярске днем будет минус 16 градусов В темное время суток ожидается минус 22 градуса Ветер южного направления 1 метр в секунду Атмосферное давление 748 миллиметров артутного столба Переменная облачность, но осадков не ожидается Вот примерно так, друзья Похолодало в Красноярске, однако Вот ближе к финалу недели Нам вновь обещают потепление Хотел сейчас рассказать о пробках Но отложим мы этот момент, поскольку не можем Мы морозить нашего Антона Богданова Который вот в нелегких Морозных, уличных условиях Пытается вклиниться в наш эфир Посредством прямого включения Антон, доброго утра тебе Поехали Доброе утро Красноярск, здравствуйте студия На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Да-да-да-да-да Продолжаем сезон новогодних чудес Открывать И ехали мы сейчас с оператором Дмитрием Кудько И наткнулись на елочный базар Стихийный, который Развернулся на улице На велелске взлетная и весны И я говорю, Дима, давай расскажем телезрителям про ёлки, сколько стоит, где купить. И подхожу к этой витрине ёлочной, а продавца нет. И стоит рядом жигуленка такой, и там вот такой вот юный еловик Михаил. Михаил, расскажите, пожалуйста, вы прям тут всю ночь так вот и продежурили около своего товара, или только приехали с утра раннего? Нет, почему? Мы по очереди дежурием, с ребятами работаем, то есть круглосуточно работаем, торгуем. То есть люди ночью приезжают, покупают, берут нередко. Прямо вот так вот и адекватные красноярцы приезжают ночью покупать? Ну, а почему бы и нет. Кто на работе задержался, домой возвращается, ёлку взял, приехал домой. Михаил, когда уже у вас стартовала продажа? Сегодня, вчера, на прошлой неделе? С 19-го числа у нас официальная торговля. Мы с 19-го числа торгуем. И вот так вот до самого 31-го будете круглосуточно? Да, до самого 31-го, пока не продадим все ёлки. Ну, вот сейчас экземпляр один, предлагаемый продавцом Михаилом. Вот она метра два вышиной. Сколько вот такая красавица обойдётся среднестатистическому жителю нашего города? Ну, такая ёлка примерно 1300-1400 будет стоить. Она ещё расправится, всё будет пышная, красивая. Прямо, ну, про все это не будет видать даже. Ну, в смысле, что сейчас она немножко подзамёрзла, поэтому вот она... Она сейчас не очень смотрит. ...такая вот объятая лапами елами. Михаил, а если... Вот телезрители нам задавали вопрос, кстати, звонили в редакцию и сказали, Если вы наткнётесь на какого-нибудь вот прекрасного продавца, спросите, правда ли что? И ходит слушок, что когда вот ближе к 31-му, уже вот эту ёлку можно купить со скидкой. Ну, можно со скидкой и сейчас её купить. То есть, скажем, как покупатель попросит, так и скидку сделает. То есть, вне зависимости от социальной категории, мать-одиночка, многодетная, бабушка-дедушка, вы можете подарить маленькое новогоднее чудо? Не, ну, конечно, можем подарить. Ну, вас можно, вот телезрителям, обратите внимание на Михаила, который, между прочим, готов сделать вам праздничную скидку. Вы так вот здесь вот и будете на этом перекрёстке, или как-то будете курсировать по городу, продавая? Не, у нас по городу и делаем достатки до дома, и по городу тоже много точек праздничных стоит. А прямо вот до 31-го покупают? Вы когда 31-го уезжаете с точки продажи? Домой. Ну, часов по-разному. Бывало в 5, бывало в 11 вечера. А бывало, что вот сидишь так вот в машине, вы уже замерзли, сейчас я быстренько последний вопрос, бывало, что сидишь так вот, ну, как бы вот этот вот час, уже 3 часа ночи, даже глаз один не видит, другой спит, что кто-то подкрадывается какой-нибудь лесовик, прости господи, и ёлка бежит вместе с ним. Бывало вот такое, глаза открываешь, смотришь, макушка убегает, догоняешь, забираешь, как бы, раза два такое было лет за 8. Ну, в милицию не сообщали там как-то полицию? Зачем? Сразу на месте разбираетесь со злоумышленником. Ну, разговариваем, что-то больше не делал. Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что сегодня мы наткнулись на стихийный ёлочный базар на переплёске Ленина весны. И прекрасный Михаил нам рассказал о том, что вот такую красавицу можно купить за в районе полтора тысяч рублей цену. Но бывают и праздничные скидки, так что дерзайте, пора-пора уже наряжать ёлку. Юлия Алексеевна, вы уже поставили дома у себя ёлку. Спасибо. Да когда её ставить, видишь же, с утра до вечера. Работаем, работаем. С утра до вечера в эфире. Антон Богданов, друзья, включился к нам из Советского района. И надо сказать, что вот дорожная обстановка, она во всех районах города сейчас не ахти, но в Советском районе, так прямо скажем, всё очень серьёзно. Вот посмотрите на этот участок, да, это проспект Металургов и отчасти улица партизана с Железняка. Вот от Воронова до Зенита, ну, судя по этому такому багровому цвету, стоит всё. Стоит абсолютно всё. И давайте посмотрим, что происходит, ну, допустим, на перекрёстке улиц Алексеева и Водопьянова. Ну, картинка не пугающая, да, но видим, что поток транспорта достаточно плотный. Окей. Вот этот перекрёсток Алексеева-Авиаторов, а вот тут всё уже намного серьёзней. Намного серьёзней, видите, прям глобальный поток машин. Серьёзно, особенно вот этот поворот налево здесь скапливается транспорт и серьёзно затрудняет движение. Что ещё? 9 мая, да, 9 мая на пересечении с Водопьянова. Ну, относительно спокойно. Давайте посмотрим на кольцевую развязку улиц 9 мая и Шахтёров. Нет, а нет, всё-таки посмотрим. И смотрите, какая такая вот приятно вот с высоты птичьего полёта всё это наблюдать. Но там внизу проблем, конечно, становится больше. Как поехать, как успеть. Ну, и что, заглянем, собственно, на улицу Партизана-Железняка. Остановка транспорта «Зенит». Вот здесь, кстати, уже расслабляется более или менее поток. А вот до этого перекрёстка видим очень плотный поток машин. В общем, пользуйтесь вот этой информацией при выборе своего маршрута. Но мы продолжаем. На очереди у нас рубрика «Горожане», где Антон Богданов нас познакомит с таким дизайнером, творческим человеком. Есть такой момент один, связанный вообще с дизайн-проектированием, который должен понять, мне кажется, ещё на учёбе. Вот когда я преподавал, собственно говоря, мы со студентами об этом разговаривали. О том, что если ты будешь ждать вдохновения, может пройти очень много времени. А работа дизайнера, она зачастую не предполагает, что у тебя есть масса времени, когда ты можешь, ну, в российских наших условиях конкретно, да, что у тебя есть масса времени, когда ты можешь сидеть и ждать какого-то вдохновения или ещё чего-то. То есть нужно очень интенсивно, быстро принимать какие-то решения, предлагать эти решения. Поэтому меня лично вдохновляет наша природа. Психология рождения проектов, которые как-то связаны с окружением нашим, какие-то мысли и идеи, они должны браться, соответственно, из этого же окружения. То есть там цветовые гаммы, объёмы и так далее. То есть это такой подход. Может быть, он архитектурный, но он не очень симпатичен. Сейчас со стилистикой очень всё прозрачно. На самом деле таких жёстких границ нет, я всё время и заказчикам с вами об этом говорю. Ну, у нас, наверное, какой-то минималистичный современный интерьер нашей квартиры, который проектирован. Что туда входит? Сумку дизайнера. Дальномер. Рулетка. В этом году разработали и произвели первые прототипы. Вот это первые прототипы, которые пошли уже в серию, да? Модули. Ну, вот они такого типа размера. Здесь не все представлены, только часть. Вот. Чуть больше посмотрим дальше. Это коллекция прямая и модуль коллекции Энгл угловой. Здесь у нас уже готовая композиция прямой коллекции. Полки, декоративные панели, модули с одним ящиком, с доводчиком, уже серийного производства. И, ну, вот такой двойной, то есть во что превратилось в бежевом цвете. То есть это можно... Да. Здесь мы можем в любой последовательности переставлять, дополнять вот эти части, элементы, заменять полки на модули закрытого типа с откидными створками. С деревом приятно всегда работать, опять же, потому что это тёплый материал. Он излучает сам по себе, мне кажется, тепло, да? Есть очень много оттенков, много фактур, много можно всяких разных интересных решений предложить, да? То есть, в общем-то, не только в эко каких-то стилистике или в экоинтерьерах, да? Ну и просто добавив какую-то текстуру, фактуру в интерьер, даже несовременный, может быть, и классический, можно разнообразить. Не, а Новый год, конечно, даёт какой-то вот полёт мыслим, простор для творчества. В Новый год хочется что-то такое дизайнерской квартире придумать. Ну хотя бы на уровне создания атмосферы. Да ёлку поставил, да уже праздник. Там гирлянды, может быть, какие-то украшения. Мы сегодня много этим занимались, друзья. Поэтому, если возник в душе порыв прекрасный, ну воплощайте, воплощайте, хотя бы какими-то минимальными средствами. Ну а также мы напоминаем, что сегодня мы проводим интерактив, спрашиваем у вас, какой ваш любимый новогодний салат. Три варианта ответа есть? Да, вот, собственно, что. Ну классика жанра, оливье 219, 2391, шуба, ну не то, что шуба-дуба, а шуба-селёдка, селёдка под шубой, шуба без селёдки. Но разные варианты. 219, 2392. Ну и Цезарь как попал в эту историю, как под видом новогоднего салата проскочил. Ну просто потому, что он очень популярный. Приходишь в ресторан, ну что там, в любой непонятной ситуации заказывает Цезарь. Нормально. 219, 2393. Вот три варианта ответа. Голосуйте, мы вернёмся к вам сразу после рекламы. Вы думаете, в оптово-розничном дисконт-центре «Тач» цены и так низкие? Верно. Но сейчас в дисконт-центре ещё и распродажа. Значит, скидки стали больше, а покупки делать выгоднее. Дисконт-центр «Тач». Дудинская, 2. Сеть косметики и парфюмерии и товаров для дома «Веста». Всегда большой выбор подарков. Сниженные цены на актуальные новогодние товары. Ищите красные ценники. С магазином «Веста» экономим вместе. Магазин верхней одежды «Риксери» поздравляет всех с наступающим Новым Годом и объявляет о ликвидации и снижении цен на всю зимнюю коллекцию пуховиков и дублёнок. Партизана Железняка, 40А. Телефон 2-313-513. Дребище. Кладбище. Убью! Пожевать бы чуть-чуть. Ай, как это скучно. Хватит. Хватит! Где костюм? Где моя дублёнка? Три дня не приду. Встретили мы свой Старый Новый Год. Старый Новый Год. В воскресенье в 21.30 на Афонтово. Утренний кофе. Замечательные советские фильмы уже начинают крутить у нас на канале. Посмотрите в воскресенье. Хорошая новогодняя история. Это, надо сказать, программная политика всех каналов на ближайшие пару недель. Вспомним всё. Увидим всё, друзья. Я быстренько о дорожной обстановке. Я просто не так давно говорил о том, что большие проблемы в советском районе. И это действительно так. А вот на правобережье, друзья, подозрительно какая-то спокойная ситуация. Вот этот проспект имени газета Костяновский рабочий. Уже в непосредственной близости у предмостной площади. И то, я вот смотрю, что-то много машин. На Матросово, смотрите, вот феноменально мало автомобилей. Ну и давайте ещё просто глянем на коммунальный мост и на саму кольцевую развязку предмостной площади. Здесь тоже никакого коллапса. Поэтому вот это можно отнести к зелёным зонам для движения этого унитоки. Вот как раз я хотела продолжить тему голубых огоньков. Наверняка, которые новогодние огоньки проходят по центральным федеральным каналам, уже отсняты. Они идут в записи. Но вот мы, например, 31 декабря будем в прямом эфире общаться вместе с вами. Это будет такое, ну, очень интересно в общем. Будет 6.30, 31 декабря включайте нас, будем онлайн вещать. Кстати, если вы 31 октября всё ещё не купите продукты или подарки и с утра судорожно поедете по магазинам, то нас вы сможете увидеть и в своём телефоне или планшете. Мы работаем и онлайн. Да и в магазине вы, скорее всего, нас увидите. Можете зайти на сайт afontova.ru и там увидите эту великолепную программу «Утренний кофе». Включая Антона Богданова, на которую полюбоваться-то можно прямо сейчас, поскольку он осуществляет прямое включение с улиц Красноярска. Не знаю, уже покинул он Советский район или ещё где-то по колесит по округе. Ну, судя по всему, да. Антон, ещё раз доброе утро. Доброе утро, Красноярск. Здравствуйте. Студия и продолжение наших новогодних экзерсизов, наших новогодних исследований. Мы, естественно, пришли к тому, что какой праздник, какой бой курантов без салюта. Как говорят у нас на Афонтово, от салюта до салата, от инсульта, прости господи, бежим, мы все здраво. И рядом со мной специалист по фейерверкам Дмитрий Клобуков. Клобуков? Клобуков. Да, ты правильно. И который сегодня нам напомнит, дорогие телезрители, в том числе и вам, правила безопасности использования вот этих воспоминяющихся фейерверков Дмитрий. Вот мы в прошлом включении включали с ёлочного базара позади нас, который вы-то уже приобрели ёлку. Какую ёлку себе дома ставите? Доброе утро. Ёлку я ставлю у себя искусственную обычно, натуральную жалко, да и потом и полки дома. Мне больше искусственная нравится в этом плане. Ясно. Дмитрий вот мне по секрету сказал, не по секрету даже сказал Антон, напомните, что вот если вы хотите зажечь на Новый год, не надо детей посылать за фейерверками, да? Вы же взрослые люди, тем, кто до 16 не продаётся. Совершенно верно. До 16 лет при технических изделиях мы не отпускаем это строго, законодательство запрещает это. Как кто ни выпрашивал, всё равно мы не продаём их. Расскажи, напомните, пожалуйста, Дмитрий, основные правила покупки вот этих вот фейерверков салютов, бенгальских огней. У кого их не стоит покупать? Где лучше покупать и на что обращать внимание потребителям? Одно из основных правил при приобретении пиротехнических изделий, ну это, во-первых, нужно идти в профессиональный магазин, где продают фейерверки, то есть не просто какие-то сезонщики, которые открылись там на месяц и закрылись. Приходите в хорошие профессиональные магазины большие, там вас проконсультируют, во-первых, там гарантированно продукция будет вся качественная, сертифицированная, всё проверено будет. При приобретении изделий пиротехнических обратите внимание на внешний вид изделия, оно должно быть целое, не помятое, не порванное, не повреждённое никак, не должно быть каких-то следов влаги на нём. То есть красивое, ровное, целое изделие. Скажите, пожалуйста, а может ли потребитель попросить сделать какой-нибудь демонстрационный зал? Ну, в принципе, если он приобретёт это изделие, можно, конечно, его запустить, так, ну, естественно, продемонстрировать, как работает, нельзя, потому что изделие, оно работает один раз и всё уже, запустили и запустили. И, как говорят, сапёры ошибаются единожды. И сейчас Дмитрий покажет, нам продемонстрирует этот вот демонстрационный зал фейерверком под названием «Фонтан». Фонтан, да. Мы отправляемся, мы сейчас на безопасном расстоянии установили его, и 5-метровая, я отпугиваю красноярцев, чтобы они, Дмитрий, аккуратно. Итак, Красноярск с наступающим Новым Годом! Зажигалочка у нас, вот. Так, ветер дует в правильном направлении. Вот такая красота, Дмитрий. А какая, на сколько метров надо отходить, вот, когда такой салют запускается? Радиус опасной зоны для фонтанов обычно не превышает 5 метров, так как эти изделия относятся ко второму классу опасности. Ну, вот, ближе к 5-7 метров подходить к ним не стоит всё-таки. Ну, и, естественно, необходимо не забывать о направлении ветра, потому что дым и искры может немножко сносить, если ветер дует на вас. Стоять необходимо с наветренной стороны. И на балконе лучше его не запускать. Категорически запрещается зажигать изделия пиротехнические на балконах, на крышах домов. Это очень небезопасно. Это может привести к последствиям печальным. Что-то можно сжечь, не дай бог, испортить, пораниться там, ну, обжечься. Ни в коем случае. Только на улице, только соблюдая расстояние безопасное. И вот так вот просто берём и утилизируем, ничего не надо заливать там. После того, как пиротехническое изделие отработало, к нему запрещается подходить в течение 10 минут. А потом, ну, по истечении 10 минут, изделие просто, ну, утилизируется как бытовой отход. Спасибо большое, Дмитрий Клобуков. Специалист по фейерверкам, который сегодня нам продемонстрировал, напомнил основные правила безопасности использования салютов. И чтобы не утонуть в салате до... правильно? Вот. Спасибо большое, что Дмитрий сегодня с нами поморозились. А я передаю искрящийся, искромётный, дымящийся привет в студию Алексея Юлия. Какие предпочитаете, Дима, не трясти, сейчас поедем уже на студию. Какие вы предпочитаете запускать салюты, хлопаете ли в хлопушке, разноцветные игрушки? Ничем мы таким не занимаемся, ничего не запускаем. Всё-таки вы будете удивлены, друзья, но пиротехнику делают из пороха. А держать порох дома, ну, я считаю, немножко не осмотрите. Ну, кстати, спасибо Антону Богдану за спецэффекты, прежде всего. И нас порадовал, и развлёк вот людей, которые стоят в пробке по улице Весны, пытаются проехать туда вниз, на аэровокзаль. Ну, не так скучно было, вот, по крайней мере, были впечатлены возможностями современной и, что немаловажно, сертифицированной пиротехники. 8.30 на часах, время для того, чтобы появиться в нашей студии Виктории Столеровой. Викуль, доброе утро тебе ещё раз. Доброе утро, коллеги. Буквально вчера ты нас знакомила с новостью, что россиянка стала вице-мисс мира. Да, она заняла второе место на конкурсе. Вот оказывается, что не только мисс мира проходила, но и мисс вселенная совсем недавно прошла. Так вот, конкурс прошёл не без скандала. Буквально скандал разразился там на вручении короны. Сначала ведущий конкурса назвал победительницу представительницей Колумбии, 21-летнюю Арианду Гутерьерес. Девушка радуется, всё, она счастливая, всех благодарит, но при этом здесь ведущий, после того уже, когда на голой кумбике надели корону, он извинился и заявил, что неправильно прочитал имя. И оказывается, конкурс выиграла филиппинка, 26-летняя, которая уже стояла в стороне и уже, в принципе, и не рассчитывала на победу. Буквально за несколько часов после того, как произошёл вот этот курьёзный случай, ведущий стал интернет-мемом буквально. Всего за несколько минут пользователи заполнили соцсети фото-жабами его и очень высмеивают ошибку вот такого мужчины этого. Ну, понятно, тут, в общем, конечно, ведущий допустил, так скажем, мягко говоря, досадную оплошность, но куда смотрели организаторы? Вот наберут дилетантов, которые... По объявлению. По объявлению, когда вот, в то же время, как профессиональные ведущие, здесь вот на телеканалах тоже, 8 часов 31 минута. Переходим к выпуску новостей прямо сейчас. Отлично, отлично. Доброе утро, и мы начинаем выпуск новостей. Новый случай отравления контрафактным алкоголем отмечен сразу в нескольких российских регионах. В Ивановской области после употребления сомнительного коньяка скончался мужчина. В Сомалинской области жертвой суррогата стали две женщины, а в Самаре от отравленного спиртного пострадали 152 человека. Продажа нелегального алкоголя в стране перед праздниками набирают обороты, говорят эксперты. К борьбе с отравленным алкоголем власти Татарстана, например, подключили горожан. Теперь на телефон горячей линии они могут сообщать обо всех сомнительных магазинах. Беженец из Украины угрожает красноярским автомобилистам. Записки с угрозами хулиганы оставляют на машинах. О такой ситуации рассказала красноярка на своей страничке в соцсетях. В письме неизвестный представляется выходцем из Украины, который переехал в Красноярск вместе со своей семьей. Вымогатель жалуется на безработицу и потому, по его словам, решил зарабатывать крайней мерой. Он требует с автовладельца 5000 рублей или обещает повредить машину. При пополнении счета вымогатель просит указать марку и госномер автомобиля. И к другим темам. В Красноярске откроется выставка под названием «Картины с сильным характером». Этюды к детищу Сурикова взятия Снежного городка привезли к нам из Третьяковской галереи. Там же они хранятся в запасах и ни разу не выставлялись. Можно сказать, что это такое возвращение на родину, ведь написанные этюды были в Красноярске, а само полотно Суриков создавал уже в Москве. Посмотреть на картины можно с завтрашнего дня. У нас в городе они пробудут до марта следующего года. Красноярский художник Василий Слонов перешел с ваты на стразы. Он покрыл настенные рога лося зеркальными квадратами, а их основание украсил белым мехом. Новое творение сибиряк назвал «Диско Сахатый король таежных вечеринок». Фотографии необычного экспоната сибирский постмодернист разместил на своей странице в Facebook. Интернет-пользователи намерены продолжить тему и, к примеру, сделать мех розовым, а рога украсить кристаллами Сваровски. И на этом наш выпуск завершен. Свои новости сообщайте по телефону 285-14-14. В студии для вас работала Виктория Столярова. До свидания. Вика, благодарю. Поистине не черпаем список предметов, которые Василий Слонов готов подвергнуть вот этому беспощадному сибирскому дизайну. Юлия Дудникова о погоде через мгновение. 22 декабря на календаре вторник. Итак, по данным гидрометеоцентра, сегодня в Красноярске днем будет минус 16 градусов. В темное время суток ожидается минус 22 градуса. Ветер южного направления 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность, но без осадков. Немножко похолодало, и надо сказать, что эта история не затянется надолго, как обещают нам синоптики. Ближе к концу недели вновь скачок температуры вверх. Нас ожидают практически нулевые или плюсовые температуры. Ну, буквально пару слов о том, что происходит на дорогах. Местами коллапс, местами свободно. Как-то, в общем, неравномерно распределяется транспортный поток. Ну, вот район Копылова перед нами, да, Красная Армия, Ладокис-Хавели, пересечение улиц. Ну, видим, что, конечно, придется постоять, но, в принципе, движется поток. Быстренько посмотрим, что происходит на правой бережи. Вот не так давно Матросова была и выглядела, как свободная улица. В принципе, подобным образом выглядит и сейчас. Единственное, что перед предмостной площадью скапливается транспорт, да, немножко. Ну, попробуем посмотреть, почему. Ну, потому что вот здесь кольцевая развязка, хотя сам мост мы видим в обоих направлениях. Достаточно плотное движение транспорта. Ну, и все, последнюю камеру глянем, да, Красноярский рабочий. Красноярский рабочий тоже, в общем, едет на работу. Ну, а мы напоминаем, что сегодня мы спрашиваем у вас, у наших телезрителей, какой салат ваш любимый на новогоднем столе. Разумеется, три варианта ответа есть. Оливье, селедка под шубой или Цезарь. Если у вас есть свой какой-то вариант, то звоните нам в прямой эфир. Наверняка номер уже вы запомнили. 261-62-63. Ну, а пока вы набираете, голосуете, мы немного посмотрим рекламу. Запоминайте, записывайте и расскажите всем. Салон домашнего текстиля «Тач» объявляет старт зимних распродаж. Стартуем прямо сейчас. Нужно всем, выгодно каждому. Салон домашнего текстиля «Тач» Дудинская 2. Мебельная фабрика «Родная мебель». Все от кухонного гарнитура до мягкого дивана и мебель в офис. Обставим квартиру всего за 19 300. Собственное производство «Родная мебель». Телефон 215-03-82. Рестомаркет «Винегрет Буфет» открывает новогодний стол заказов. На ваш выбор домашняя кухня. Роллы, воки, ароматный гриль, вкуснейшие пиццы, бургеры и макароны. Огромный выбор десертов из собственной пекарни. Освободите себя от домашних хлопот, сделав предварительный заказ. Улица Сулитова, 12. Телефон 231-1989. За минуту на Канары. Сними кино. Участвуй в конкурсе. Лети в лето. Смотри в «Утреннем кофе» на Афонтово. Партнер конкурса «За минуту на Канары» созвездие путешествий «Орион». Программа «Утренний кофе» продолжаем работать для вас. И прямо сейчас мы хотим вам напомнить о конкурсе, который проводит телеканал «Афонтово» вместе со зрителем путешествий «Орион». Речь идет о командировке на Канарские острова. В качестве призового посредствия за участие в этом конкурсе будем заканчивать уже на следующей неделе подводить итоги, поскольку было такое долгоиграющее мероприятие. Спасибо всем, кто продолжает участвовать, продолжает собирать голоса, поскольку ваши видеоролики, которые вы размещаете на странице конкурса на сайте «Афонтово.ру», они все, конечно, подвергаются усиленному голосованию со стороны наших зрителей, посетителей сайта. И вот видео-зарисовка продолжительностью минуты, которые наберет наибольшее количество голосов, собственно, и победит. Итоги подведем на следующей неделе, как Леша уже сказал. Ну и также стоит напомнить, что на сайте «Афонтово.ру» вы можете увидеть наше онлайн-вещание, как наша программа проходит. Здесь сейчас в любой точке города с телефона, с планшета заходите и смотрите, наслаждайтесь нашей программой. Программа «Утренний кофе» не только в телевизоре. Сейчас рубрики на заметку, быстро разбираемся с процедурой независимой автоэкспертизы. Иногда к ней прибегают автолюбители, у которых случилось серьезное или несерьезное ДДП. Все нюансы этой процедуры знаем прямо сейчас. Независимая экспертиза организовывается в течение порядка пяти дней. Уведомляются заинтересованные стороны. Это могут быть водители, виновники, третьи лица какие-то, которым в дальнейшем могут быть предъявлены требования. Страховая компания. В назначенное время заинтересованные стороны являются на составление акта осмотра. Проводится осмотр поврежденного транспортного средства. И стороны, если есть какие-то замечания, также об этом указывают в акте осмотра. После этого эксперт-техник, который состоит в реестре Минюста, он подготавливает заключение, калькуляцию и получает определенную сумму ущерба. Данный отчет подается в дальнейшем страховую компанию, экспертное заключение. И в течение 20 дней страховая компания должна провести оплату потерпевшему. В случае, если потерпевшая не устраивает сумма ущерба, которую насчитала страховая компания, вы можете обратиться к независимому эксперту, подготовить независимое экспертное заключение и предъявить с претензией страховую компанию. В течение 5 дней страховая компания должна будет ответить на эту претензию, либо оплатить, доплатить, либо отказать. Восемь часов сорок одна минута, друзья, и что, движемся к финалу. А на финал, то есть как-то обычно бывает на сладкое, мы приготовим для вас нечто совершенно особенное. Но это будет немного позднее. Естественно. Да, а прямо сейчас давайте посмотрим такой полезный сюжет про полезный прибор. Рубрика «Узнаю как» на очереди у нас. Тяжела, как у экскаватора, работа телеоператора. Эдуард Баглай на телевидении более 15 лет. Издержки профессии дают о себе знать. В конце рабочего дня я регулярно испытываю ломоту в плечевом суставе. И хотелось бы избавиться от таких неприятных ощущений. Более шести часов съемок в день, тяжелое оборудование, штативы, микрофоны, камера. Магнитотерапевтический аппарат «Алмак-01» с недавнего времени житель телевизионной студии. Врач назначил мне гимнастику и физиолечение. В физиокабинете я увидел вот этот прибор и решил его приобрести, ну, чтобы в очередях не толкаться. Эдуард производит процедуры прямо на рабочем месте. Я думаю, магнитотерапия мне поможет. Всё даётся по силам. Тяжесть в профессии управленца Галины представляет собой нелёгкий умственный труд. Очень тяжёлые трудовые будни, от этого очень часто болит голова, мигрень. Диамаг предназначен для физиотерапевтического лечения заболеваний головного мозга. Если у вас частые головные боли или вы плохо спите, низкочастотное импульсное магнитное поле диамага обещает помочь справиться с этим. Процедура проводится пациентам в удобных для него условиях самостоятельно. При первых же симптомах надвигающегося заболевания вы сможете достать прибор и предпринять соответствующие меры. От того, что я не люблю почитать физиокабинеты, и поэтому я использую у себя в кабинете портативный диамаг. Следует отметить, что и Алмаг-01, и Алмаг-03, он же диамаг, в деле портативности не имеет в мире аналогов. К сожалению, не во всех случаях пациенты при использовании Алмага дома самостоятельно учитывают ряд противопоказаний. Такое невнимательное отношение чревато отсутствием положительного эффекта от терапии. Друзья, ну и обещанный десерт музыкального свойства. Мы с удовольствием вам представляем вот это музыкальное сообщество, которое находится у нас в гостях. А с нами, между прочим, Красноярский духовой оркестр. Аплодисменты! Хочется, чтобы они пошумели там что-нибудь в трубу такое вот. Ну и также Елена Мошкина, это директор Красноярского духового оркестра с нами. Доброе утро. Доброе утро. Елена, давайте сначала поговорим с вами немного. Более 35 лет насчитывает история Красноярского духового оркестра. С 80-го года он был. С 80-го это был самодеятельный коллектив, а с 93-го он стал муниципальным духовым оркестером. Вот я как раз и хотела спросить, что изначально вообще он задумывался, насколько я знаю, что в нем принимали участие работники завода Крамза, там, любители музыкантов. Сейчас, насколько это профессиональная история, и вот все ли артисты, которые выступают, это люди с музыкальным образованием? Это абсолютно профессиональный коллектив. У нас нет ни одного музыканта-любителя. Все музыканты имеют либо высшее образование, либо продолжают сейчас учиться в Академии музыки и театра. Поэтому чисто профессиональный коллектив. Поговорим о духовой музыке. Насколько это, в общем, такой актуальный формат? И можно ли, ну, бывает так часто делают, популярные какие-то такие востребованные, так скажем, музыкальные форматы перекладываются на духовую музыку? Это у тебя не такая практика? С одной стороны, казалось бы, духовая музыка иногда ассоциируется с каким-то, может быть, военным временем, советским временем. Это глубокое заблуждение. Духовая музыка очень актуальна на сегодняшний день, потому что в репертуаре духового оркестра настолько разнообразные сочинения. Это от классики до рока. Мы играем Квин, мы играем Майкла Джексон о группах, мы играем саундтреки из голливудских кинофильмов, из советских, из российских. Джазовую музыку, в общем, вот на любой вкус и цвет, как говорится. Сейчас вы меня очень приятно удивите. Да, приходите на наши концерты. Прямо сейчас, чем нас порадует? Сейчас мы порадуем вас по пури на темы песен группы Абба. Очень хорошо. Надеюсь, там найдется место для главного новогоднего хита, которым группа Абба радует нас аж 1980-го года. Прошу, друзья. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Иногда опаздывают, ну, нечего страшного. А в целом очень классные ребята. Я вот хотела спросить, вы сказали, что музыку группы Queen, вот мы Абу сейчас послушали, а, например, современную какие-то обрабатываете, современную музыку тоже воспроизводите? Да, был опыт, мы переделывали песню «Елка», ой, «Елки», прошу прощения, «Исполнительница», не помню, как называется. То есть переложить можно все, что угодно для духового кистера. То есть вы самостоятельно все... Ну, я подозреваю, есть исключения, ведь Юля, наверное, о чем говорит? Ты о том, под что вы танцуете в клубах. Мне это невозможно воспроизвести, это может только там оттанцевать. Может быть, не стоит это, да? Нет, мне просто было интересно, что вы... Не стоит это самое мягкое, что может произойти нас. Знаешь что, вы еще готовы нас порадовать? Конечно же, какой Новый год без в лесу родилась елочка? О, отлично, да, это вот самая распространенная вариация этой темы. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Какие мероприятия? Где вы сейчас появляетесь? Наша традиционная площадка – это Дом кино, мы там работаем, как правило, раз в месяц. Ближайший концерт состоится 24 января в рамках зимнего Суриковского фестиваля. Будет программа, посвященная Сурикову, еще раз, 24 января и 12 февраля приглашаем вас в Малый концертный зал. Будет большой концерт Духового оркестра. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Красноярский духовой оркестр, порадовал нас с утра. Ну и также Елена Мошкина, это директор Красноярского духовой оркестра. И здорово, что наша встреча состоялась. Это должно было случиться раньше, просто ребята немножко подзастряли в пробке, но все-таки добрались до нас и сделали нам хорошо в плане новогоднего настроения. 8 часов 52 минуты, что-то у нас... А, и сейчас немного гороскопа посмотрим, что говорят звезды на сегодня, на 22 декабря. Здравствуйте, с вами Алена Раева, и прямо сейчас я расскажу гороскоп на 22 декабря. Овны, постарайтесь относиться ко всему легко, не запускайте в себя чужие мысли и установки. Тельцы, сегодня вы можете зарекомендовать себя как добросовестный и перспективный сотрудник Начальство обязательно заметит ваши заслуги. Близнецы, найдите занятия по душе. Если ничего не приходит в голову, начните собирать информацию. В какой-то момент что-то привлечет ваше внимание. Раки, пересмотрите свой рацион питания. Включите в него больше фруктов и злаков. Львы, вспомните, как давно выходили в гости. Сегодня самое время. Девы, сегодня все, что вы делаете, придет к вам в удвоенном размере, поэтому совершайте больше хороших поступков. Весы, не пытайтесь схватиться за первое попавшееся дело. Хорошенько обдумайтесь, что для вас сейчас в приоритете. Скорпионы, сегодня не стоит пытаться что-то изменить. Примите все, что происходит в вашей жизни. Стрельцы, ваш успех напрямую зависит от того, как вы относитесь к окружающим. Все, что вы делаете, вам и вернется. Козероги, если вы давно собирались заняться бизнесом, самое время начать. День благоприятствует реализации ваших планов. Водолеи, старайтесь сами поднять себе настроение. Лучше провести это время на природе. Рыбы, сегодня все ваши действия принесут успех. Идеи будут оценены по достоинству и отношения с коллегами станут более доверительными. С вами была Алена Раева. Я желаю вам хорошего дня и пусть вам сегодня обязательно повезет. Обязательно повезет здесь, скоро Новый год. Все уже готовимся, все радуемся этому событию. Салаты, конечно, делать рановато, да, и все-таки есть срок годности у этого продукта. Но определиться с новогодним ассортиментом на столе действительно пора. Сегодня мы проводили интерактивный опрос для наших зрителей. Итак, какой салат вы предпочитаете видеть в Новый год? И вот что говорит наше интерактивное голосование. Оказывается, телезрители, по крайней мере, телеканала Афонтова в равных степенях на новогоднем столе любят как салат оливье, так и салат шубу. Ну, то есть селедку под шубой. Ну, собственно, наверное, этими салатами и будет представлен, да, и оливье, и шуба. Я считаю, это нормально. Цезарь, да, вот Цезарь предпочитает лишь, сколько там, 18 процентов, да. Но надо сказать, что Цезарь в принципе является просто популярным салатом. Нет у него какого-то ярко выраженного такого новогоднего имиджа, да. У нас уж если упал в салат там, ну, бывает такое, то примерно 80 процентов вероятность того, что это будет оливье. Ну, или шуба. Или шуба. Цезарь неудобно, там же сухари. 8 часов 55 минут, друзья, после рекламы вернёмся до того, чтобы попрощаться. Межвенцовый утеплитель Евроджут. «Джутовый канат» 215-47-43. 215-47-43. «Шанс Авто» – журнал не только про автомобили. Спорт, здоровье, строительство, финансы и многое другое в каждом номере. 62 500 читателей в неделю. Телефон коммерческого дела 266-77-77. Ну что, друзья, ещё одно буднее утро позади, впереди рабочий день. У некоторых сегодня наверняка после рабочего дня ещё новогодний корпоратив. Сейчас вот началась череда вот этих праздников. Завтрашний рабочий день, давайте поаккуратнее там, в смысле новогоднего настроения. Ну, конечно, веселитесь, но не настолько, чтобы завтрашний день вы смогли вычеркнуть из жизни. Я боюсь, начальству это не понравится. Ну, не ударьте в салат лицом, пусть про салат сегодня говорили. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Для вас работали Алексей Вербицкий. Юлия Дудникова. Уже завтра мы вновь встретимся с вами в 6.30, для того, чтобы разбудить вас, для того, чтобы зарядить вас хорошим настроением на весь будешний день. Не надо благодарности, это наша работа. До завтра, друзья. Это была программа «Утренний кофе». Всем пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знай, что поможет тебе утренний кофе. Ты можешь с утра быть бодрым, смеяться без остановки. Знай, что поможет тебе утренний кофе. А кто же падаешь в предыдущем? Что журналисты? Это журналисты. А я пока поеду, ножка подзаработаю. В мире. Тогда я приеду, я отключу твой дом 2 навсегда. Где люди не взрослеют. Выключите, выключите. Что там в самом деле? Внимание, эфир! Худшему каналу нужно выйти на первое место. Они готовы пойти на всё, чтобы остаться в эфире. Смогут ли они это сделать? Это, конечно, хорошо, но теперь надо думать, как сделать не фальшивые рейтинги. Суперредакция. Смотрите скоро на Фотова. Рано радуетесь. Таинственный остров. Полный тайн и загадок. Это гриб-шарик. От него надуваешься. Куда? Стой ты! Роли озвучивали. Александр Ревма. Вы слышите? Какой ужас! Андрей Рожков. Монстры! Монстры на острове. В понедельник в 11.00. На Афонтово.